Девушки отдыхают Я бы хотел порабачить с сыном Но нам Пора встретить свою судьбу Спартанцы! Каждый вдох, что вы делали Вел к этому моменту Каждая капля крови Пота и слез Мои, ваши Приближали этот день Этот час Персы пришли Чтобы сделать из нас рабов И вот что я думаю Давайте напоим богов Их кровью! Ну что, спартанцы? За сыновей! За дочерей! За спарту! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ничтожество! Умри вас Нас предали, мой царь! Ксеркс Узнал о тропе в горах Они идут К рассвету Вы будете полностью Окружены Мы спартанцы Нам не привыкать Спартанцы Это слово забудут Когда Ксеркс Сотрет ваш народ с лица Это Был день, который Персы не смогут забыть А завтра Будет день Который запомнит Всяк Живущий Наконец Ух ты Надо же, Лейла Думаешь, то самое копье? Ну, конечно Книга лежала буквально на нем Впервые в жизни Мне так повезло Ладно Запускай А этой штуке можно доверять? Ну, книга могла Запускай, Виктория Как скажешь, босс Сейчас включу ПОДПИШИСЬ 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 К Эй, Влакас Слезай Циклоп шлёт тебе весточку Передай, пусть засунет её За ту неделю! Малака! За ту? Каждую неделю такое Я так больше не могу Эх, спасибо за помощь Что с тобой стряслось? Ничего Всё уже в порядке Снова циклоп, да? Неужто он не выучил урок? Как видишь Конечно Не стесняйся Тоже хочешь есть, Икар? А как ты думаешь, Зевс даст мне орла Так же, как и тебе, Алексиус? Может, попросишь его? Феба! Феба! Мы об этом говорили Знаю, знаю Он просто орёл Ну, зачем ты тут? О, чуть не забыла Тебя ищет Маркус Ах, чего ещё хочет этот плод? Не знаю Просит навестить его в новом доме У виноградника Стоп! Виноградник? Малака! Он у дороги в Сами Теперь Маркус разбогатеет Ну Думаю, надо зайти к нему Спасибо Я скажу ему, что ты придёшь Ах, больно Довольно Скажите своему уродцу, что если пришлёт вас снова, я скормлю его единственный глаз своему орлу Пойду к Маркосу Вот только оденусь Маркос Послушай меня Так нельзя Что? Я тут главный Сажаю, что хочу Здесь виноград погибнет Причём весь Забудь всё, что ты знаешь о прошлом, друг мой Вместе мы совершим переворот виноделии Поверь, ты ещё вспомнишь об этом дне Алексиос, слава богам Феба тебя нашла Я тебя слышу Я волновался Тебя ищет люди циклопа Ты в опасности Жаль, что твоё предупреждение запоздало Но это не важно Ты купил виноградник, Маркос? Виноградник? А что? Я люблю вино Ты любишь вино Все любят вино И все покупают вино А я продаю Ты ведь ничего не понимаешь в виноделии Я быстро учусь Сажаешь виноград И делаешь вино О, как всё просто Ты должен понимать, что у меня есть план У Маркоса всегда есть план Ладно Ты можешь мне вернуть деньги? Могу ли я вернуть тебе деньги? Конечно, конечно Хотя нет То есть не сейчас Так достань их Конечно, Алексиос Конечно Но Может ты сам Забери их у торговцев сами Я в таком не силён Сам знаешь Я должен отнять свои деньги? Они заждались тебя в сами, друг мой Что за торговец? Дурис Ты знаешь его Он слабный Дурис? Ты выжил из ума Не давай ему деньги Он всегда возвращает Если его припугнуть Именно Это в общих интересах У Дуриса есть деньги У тебя работа У меня процент Кефовиния изумеетельна, правда? Надеюсь, мои деньги у него Жаль продавать наш виноградник Считай, что деньги у тебя Потом нам нужно будет обсудить кое-что ещё Потом Ладно Но я возьму коня Жарко, да и далеко для пешей прогулки Но Подумай о выгоде, Маркос Это в общих интересах Верно, друг мой Верно Можешь выбирать Беру коня Справа Чудный выбор Чудный Но у этой породы Есть пара странностей Не хотелось бы Чтобы тебе достался Такой конь Вот этот Ты уверен? Да, Маркос Все выигрыши Всем хорошо Это сам великий Фобос Он никогда не подводил Фобос Приходи к храму в Сами Когда ты получишь Свои деньги А, Эфтерпа Вина ещё достаточно Не бойся Не сейчас, глупец Фебу похитили Кто? Прихвостницы Клопа Кто ещё? Утащили прямо с дороги Куда они пошли? В сторону пляжа Ктимены К пляжу? Она умеет плавать? Я найду её Да, иди Но не забудьте про Дуриса, Алексиос Отпустите! Молчи или затяну верёвку Получим за неё выкуп для Циклопа Никто меня не выкупит Все бедные Помолчи, Феба Ты жива? Да ничего В тот раз мне рот заткнули тряпкой Чтобы не кусалась Феба, будь Осторожно Ты теперь одна, ведь Родители мертвы Но у меня есть ты А у тебя я и Маркус Мы твоя семья, да? Используй все свои навыки! Не сдавайся, Борис! Вставай! Ну! Да, отец Спартанец Встаёт сразу Как упал Подними его Ноги шире Солдат Не должен упасть Да Да Нападай! Довольно, Николаус Солнце садится Пора поесть Согласен? Что мы будем есть? Предлагаю съесть малышку Кассандру Она ведь такая вкусная Нет, не её Лучше меня Я вкуснее Да, да Ты сладкий, как мёд Давай, идём Мясо сгорит Вот Положи её спать Да, отец Сын Ты Моя главная гордость Не забывай Ты принесёшь нашей семье Славу Иди Да Не переживай Чтобы быть как ты Главное присматривать друг за другом Кстати Те типы об этом говорили Что они сказали? Циклоп объявил за тебя награду Талос хочет тебя убить Талос? Наемник? Ааа Когда же всё это закончится? Лучше тебя опередить его Говорят, он очень жестокий Я найду дорогу в город Спасибо Здравствуй, Дурис Дела идут в гору Скажи Маркосу, чтобы он приходил за деньгами сам А? Но я уже здесь Слушай, я просрочил выплату Теперь Маркос требует от меня двойную сумму У меня столько нет Двойную? Это грабёж Я так ему и сказал Сам знаешь, он вспыльчив Заплати ему и всё будет хорошо Скажи Маркосу, что я заплатил сполна Я не склонюсь перед наёмником Или перед глупцом, что рискнул занять деньги у циклопа У циклопа? Вот как он купил виноградник Слушай, я знаю, Маркос тебя спас Забрал с улицы, когда ты был ребёнком Но пойми, он сошёл с ума В этом ты прав Забудь о деньгах Нам с Маркосом нужно поговорить Ты простишь долг? Возьми хотя бы меч Он не ахти, но всё равно лучше твоей ржавой железки Циклоп лютует, пригодится Приведи Маркоса в чувства, или вам конец Твоё время на исходе Скоро циклоп придёт за тобой Ему нужны деньги А можно мне отсрочку? Циклоп раздавит тебя сразу, как вернётся на Кефалению Если ты не понял Ну, уже грубить ни к чему Ты не можешь прятаться за своим чудомистием вечно Он убьёт тебя, его и мелкую девчонку тоже Понял, конечно, я найду деньги Славно, иначе циклоп скормит тебя своим козом А, Алексиос, судя по твоей улыбке, Дурис отдал тебе драхмы Улыбки? Я узнал, где ты взял деньги на виноградник Ты что, совсем с ума сошёл? Мы можем вернуть деньги, правда? Уверен, можем А куда деваться? Нам нужен план В этом я мастак В этот раз твои уловки нам не помогут Ах, были времена Помнишь? Простая жизнь У меня было всё, а у тебя, юного, одинокого, ничего Я подарил тебе мир Открыл для тебя Кефалинию Алексиос! Косандра! Ура! Ура! Девушки отдыхают Девушки отдыхают Кефалини Ну и дар Без меня ты был никем Но ты прошел долгий путь От бродяги до мистия со своей лачугой А теперь цикло поднимет у меня все Я не смогу всегда защищать тебя Меня убьют О, не бойся его Ты справишься Как мне победить его? Чем сразить? Ржавым копьем? Сломанным луком? Вот ты где! От меня не скрыться, прячась в храме, Маркус Друзила! Я только тебя вспоминал Правда? Мне нужна древесина Новые луки покорят весь остров Но я не могу справиться с разбойниками, что мешают поставкам Конечно не можешь Я как раз вводил своего друга Алексиуса в курс дела Он уже придумал, как тебе помочь Так и есть Всегда готов Что я тебе говорил? Можешь положиться на него Без разницы С разбойниками нужно покончить Срочно! Чудная мысль! А мне пора спешить домой Алексис, я придумал, как разрешить нашу дилемму Приходи, как будет время Если нужна древесина, почини мой сломанный лук Хм... Обычно я плачу после Но это дело ползет, как улитка Идем за мной Давай сюда Держи Как новенький Лук, достойный самого Геракла Попробуй А! Вот и ты! И как раз вовремя! Циклоп важнее какой-то там древесины Поговорим? Я подумал, то же самое Надеюсь, у друзилы есть чувство юмора Ну, твой план Итак, я должен свести счеты с Циклопом Как и ты, мой непримиримый друг Он бы не искал меня, если бы не ты, друг мой Хе-хе, точно! Но, клянусь, я покончу с этим Раз он не хочет отзывать своих головорезов Мы сделаем так, чтобы он пожалел об этом Что ж, излагай, что я должен делать? Ты хотел сказать нам Я умней и буду тебя направлять Так что мы команда Ну, конечно Скажи, чем дорожит Циклоп? Людьми? Землей? Судами? Нет, обсидиановым глазом? Ближе к делу, Маркос Ладно Мы украдем его Ты тронулся? Сначала деньги Теперь его глаз? С ним мы победим И разбогатеем Мы убьем двух зайцев одним глазом Хе-хе-хе Будет сопротивляться Лишится обоих глаз Нет, нет! Нельзя, чтобы Циклоп тебя заметил Действуй скрытно Значит, мне пригодится мой новый лук Циклоп хранит глаз дома Так как очень дорожит им Мудрое решение Но ты преподашь ему урок Дождись заката Прокрадись в дом И укради глаз Ладно Но в этот раз не жадничай Что? Зря ты так, Алексиос Это твоя сущность Принеси мне глаз И поймешь, что заблуждаешься Не забудь, не выдай себя Помню Если ты справишься Циклоп не отрежет нам головы Когда вернется Эй, осторожно! Знаешь, сколько там было охраны? Учитывая, сколько избежалось Представляю Я ведь просил не шуметь Но ты им задал А все, проклятый камень Продав этот камень Можно купить дом Купить дом, да А вернуть долг Циклопу нет О, не грусти Вспомни, как было весело Да? Кому как Мне не нужны неприятности, Маркос Все получится Поверь Зачем мне лгать? Я лучше промолчу Возьми глаз Но не продавай Торговцы не поверят Что он наш по праву Все знают, кому он принадлежит Да Чем в глазницу Лучше к нам Думаю, хватит на сегодня До встречи Стой! Прибыла лодка Я вижу ее впервые И? В нашем городе Таких красавиц нет Думаю, это Циклоп с друзьями Вернулся? Я когда-нибудь Вздохну спокойно Убей их Одной заботой Станет меньше К тому же С виду его люди Богаты как крез Им хорошо платят Сплошная выгода, друг мой И правда Мне нечего терять Брось Тебя никто не одолеет И где они? В заброшенном доме На восточном берегу Кто знает Какие сокровища он таит Отправь их к Аиду Забери все и... Мы богаты! Часть сокровищ я оставлю себе Так и знай Не пытайся спорить И не драхмать для того, кто послал тебя Остатки в уплату долга Никак иначе Что ж, ладно Пусть знают, как у нас заведено Или пролей кровь, или умри Обычно я поручаю грязную работу другим Может быть, ты знаешь, чем вывести это пятно А чего ты хотел? Так ты мисти, которого я ищу Умеешь убивать? Молодец Никакого сочувствия к тем, кто работает с тобой Не со мной На меня Наемники Судя по всему, бывшие Так ты не работаешь на циклопа? С каких пор наемники верят легендам? Я не о чудище Я о человеке Ты прибыл издалека Что тебе нужно? Верно, я не с Кефалинии Меня привели сюда поиски Следуй за мной, Алексиус Кто ты? Откуда меня знаешь? Я Элпинор из Киры Откуда я тебя знаю? Я действовал, как ты Спросил, и мне ответили Кто тебя прислал? Я ценю любознательность Хорошо, полезно Ты знаешь больше, чем говоришь Знать о тебе в моих интересах А в твоих узнать меня У меня украли кое-что И увезли на Итаку Саван, сотканный Пенелопой Хочу выкрасть его назад Ладно, я берусь Это будет непросто И недешево Тогда по рукам В гавани тебя ждет лодка Возьми Только не выходи в открытое море Заберешь Саван Встретимся в храме Зевса Ладно Да, Мистей Удачи Алексиус Дело сделано? Конечно Отлично Теперь Саван твой Он тебе не нужен? Но тогда зачем? Я обрел нечто более ценное За твои труды, Мистей Мне начинает казаться Что это была проверка Возможно Ты молодец, Мистей Что скажешь, если я предложу Убить полководца в Мегариде? Справишься и получишь вдвое больше А? Что скажешь? Тебе придется уплыть с Кефалинии Так далеко, что можешь не вернуться Я берусь Отлично Тебе нужен корабль Он у тебя есть? Если бы был Мы бы сейчас не разговаривали Как жаль Боюсь, даже ты не доберешься туда без корабля Найду Прекрасно Надеюсь, крепкий Это почему? Плавать по морю весьма опасно Грядет война И волк не на той стороне Я тебя не подведу Как сделаешь все в Мегариде Встретимся в Факиде В лагере паломников Добрый корабль, Телеменес Алексиус Так и есть Корабль для хорошего капитана Капитана при деньгах За сколько ты готов расстаться с ним? О, за сотню тысяч, пожалуй, не меньше Сто тысяч? Да у кого они есть? У того, кто и правда готов купить Думаешь, такие корабли раздают просто так? А может, обменяешь его на обсидиан? Я уже сказал Сто тысяч, Драхам К тому же На таком корабле и команда должна быть С армией размером Это Кефалиния Я всегда смогу найти того Кто готов рискнуть Лишь бы выбраться с этого острова Моря сейчас опасны Опаснее обычного Это самоубийство Немного от тебя пользы, Телеменес Не знаю, поможет тебе это или нет Но по слухам, вас с Маркосом ищет циклоп Слухи ничего не значат Не верь всему, что говорят Кстати, еще говорят, что его корабль в заливе Клептос Корабль, говоришь? Думаю, стоит наведаться в Клептос Осторожней Этот одноглазый варвар опасен Боги-свидетели, клянусь Какие боги? Неужели так важно? Все боги, клянусь Все, что есть Я в жизни не слышал, чтобы человек Столько говорил о богах Отпусти его Никто на этом острове не смеет говорить этого Он сказал циклоп Это так тебя задевает? Я не люблю, когда люди зовут меня так Я тебя... Я... Но ты жирный То есть Большой И сильный И у тебя Правда Один глаз Глаз Отдай Отдай, и я пощежу твоего друга Маркоса Отдай мне глаз Отдать? Так возьми Спасибо тебе Тому, кто всю жизнь провел в море Было бы позором утонуть в глиняном горшке Ах да, забыл представиться Я Варнава Капитана Дрести Что ж, Варнава Рад познакомиться Я Алексиус Наемник Ха-ха-ха Уверен, что ты здесь не случайно Ты о чем? Когда меня окунули под воду Я взмолился богам А когда вытащили Там был ты Тебя слышала вся кефалиния Я просто оказался ближе всех Ха-ха-ха-ха Просто шел мимо Опасен, как Ахилл И с орлом Зевса над головой Так у тебя есть корабль? Конечно Упаси меня боги Застрять тут навсегда И где он? Благодаря тебе Все еще в гавани сами Я спас тебя и твой корабль Ты теперь мой должник А ты хитер Знаешь, кого ты мне напомнил? Меня? Ха-ха-ха-ха Только намного моложе До того, как я нашел цель в жизни И лишился глаза Ты уходишь от темы Ах да Прошу прощения Я обязан тебе жизнью Чем скромный Варнава Может отплатить могучему Алексиусу? Мне нужен корабль и команда Ха-ха-ха-ха Ну разумеется Ты согласен? Я и мой корабль К твоим услугам Ты впрямь не из этих мест Ха-ха-ха О нет И слава богам Пойдем Покажу тебе адрестию Когда пожелаешь, капитан Стой Подожди, Алексиус Я собрала все, что нужно Хочешь плыть с нами? Куда ты, туда я Феба Ты еще мала За тобой некому присматривать Этого и не нужно Я сама могу справиться Как-нибудь в другой раз Хорошо? Но я не буду мешать Честно Раз мне нельзя, возьми Хару Хару? Орлицу Мою подругу Подарок моей мамы Ну, пусть будет с тобой Напоминает обо мне Станет твоей подругой Спасибо Обещай, что когда-нибудь мы увидимся Обещаю Обязательно увидимся А до тех пор будьте умницей Не волнуйся, Буду Ладно, до встречи Алексиус Покинешь Кефалинию, не попрощавшись с лучшим другом? Быть того не может Не может, ты ведь уже здесь Прощай, Маркос Мы были прекрасной командой А теперь расстаемся Конечно, без помощника мне не обойтись Но тебя не заменить Ну что, обнимемся? Будем проще Сразу видно деловой подход Чем будешь заниматься теперь? Пить вино Хотя оно, конечно, может выдохнуться Но я всегда готов к приключениям Кстати, милая Феба Для тебя есть задание Задание? Да Как думаешь, оно достойно занять твое место? Готов отплывать? Готовь корабль Отплываем Славно Мы и так задержались на берегу Пора в путь Что ж, куда отправимся? Какой край желает посетить могучий Алексиос? Мегариду 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 Но ведь там идет война Я должен убить одного полководца Кого? Его имя Волк Волк? Кому нужна смерть Николауса из Спарты? Николауса? Оракул Определила Ее судьбу Если она не умрет Спарта Падет Останови их Нет Она не опасна Она поможет Она поведет нас Молчать Нет Не надо Нет 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 Убийца Он убил его Спаси его вниз Смой с себя этот позор Заплати жизнью за жизнь Он не такой, как мы Не слушай Николаус Не слушай Нет Николаус Не слушай Николаус Не надо Отец Николаус Стой Николаус Нет Николаус 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 Послушай Злени на меня Николаус Нет Не слушай Ты осквернен Избавь себя от скверны Отец Деспарты Нет Отец Нет Твою дитя Алексиус Алексиус Клывем в Мегариду Скорей Боги Но зачем? Почему мы должны рисковать своими жизнями и плыть туда? Потому что волк из Спарты – мой отец Чудесный морской бриз! На палубе всегда так качает? Ха-ха! У тебя есть прекрасная возможность привыкнуть к качке! О, о чем ты? Ну, пока циклоп мял мне бока, его пираты забрали мой груз. Я знаю, куда они направляются. Что если нам вернуть его? Конечно! Хорошая проверка для команды и корабля! acci meus! Волк – На ВОЛк – Вот. Афинский пёс Перикл боится вас. Прячется в Парфеноне с драматургами и софистами. Он не смеет выйти к нам, сразиться на поле боя. Он знает, как вы сильны. Он знает, что дни Афинян в Мегариде сочтены. Он знает, что дальше черёд Афин. Ты. Ты прорвал блокаду Афинян. Они мешали мне. Спарта перед тобой в долгу. Тюхи улыбнулась тебе. Ты подоспел как раз к великой победе моего отца. Если Николаус твой отец, значит, мы с тобой братья. Тебя ударили по голове во время боя? О чём ты говоришь? Волк мой отец. Так же, как и твой. Глупость. До того, как он принял меня в свою семью, у него было двое детей. Оба погибли в Спарте. Кроме того, что стоит перед тобой. Ты почти провёл меня, но я не вчера родился. Поговорим о том, зачем ты здесь. Какой наёмник станет воевать, если ему не заплатили? Скажи, зачем ты на самом деле здесь, пока я не зарубил тебя? Я хочу увидеть волка. Это не так просто. Николаус командует всеми войсками Спарты. Если это и впрямь твоя цель, мне придётся огорчить тебя. Ты точно тут за всё в ответе? Что-то ты не похож на спартанца. Возможно, мне стоит пойти к Николаусу. Пожалуй, чувство юмора – это не то, что нужно наёмнику. Но мне пригодится твоя помощь, если ты не прочь подзаработать. Корабли уничтожены, но Мегарида по-прежнему в руках Афиня. Чтобы дать им бой и оттеснить врагов в Афинах, нужно ослабить их позиции. Почему для этого нужен наёмник? Кажется, вы располагаете множеством солдат. Дело не в размере армии. Мегарцы – наши союзники. Мы не хотим вводить войска, пока не будем уверены в победе. Лазучики уже думают, где нанести удар. Заплати, и я помогу освободить Мегариду. Вы все одинаковы. Ни чести, ни совести. Но лучше, если ты будешь биться на нашей стороне. Афиняне уже нашли наёмника. Так что им помощь не нужна. Если нам удастся выманить и убить их предводителя, мы сокрушим Афиня на поле боя и заставим отступить. Украв их сокровища, уничтожив припасы и опытных воинов, мы сделаем их уязвимее. Покажи это лазучикам. Если встретишь их, обязательно узнай, нет ли вестей. Возможно, им будет нужна помощь. Думаю, мне всё понятно. Кроме того, не забывай, что с каждым убитым афинским солдатом мы на шаг ближе к победе. А когда я поставлю Афини на колени, я встречусь с Николаусом. Или ты будешь следующим. Отправь афинских псов к Аиду, Мисти. Сделай это, и волк лично проследит, чтобы тебя наградили. Я слышал добрые вести от командиров. Что скажешь мне ты? Командир Афинин мёртв. Мегарида падёт. Пора. Волк дал приказ к нападению. Я рад, что ты придёшь к Славе вместе с нами. Я горд, что мы бьёмся вместе. Да, ты заслужил это. Мы победим ради Спарта и Волка. Пойдём. Нам нужно в лагерь. Я готов. За мной. Нужно подготовиться к битве. Ну что, готов сокрушить Афинин? Война ждёт нас. Отправим Афинин прямиком в бои! Волк вызывает к себе наёмника. Мы прибудем через пару минут. К сожалению, он хочет видеть только его. Что? Я сказал, что волк желает... Я слышал, но не понимаю, почему. Таков был приказ. Что ж, ладно. Пожалуй, я займусь своими делами. Убийца! Он убил его! Он убил его! Значит, мы обязаны победой тебе. Скажи своё имя, чтобы я мог поприветствовать тебя. Здравствуй, отец. Давно не виделись. Не может быть. Ты упал. Я не упал. Ты сбросил меня! Я сделал то, что требовал от меня спартанский долг. Я смирился с этим. Пора и тебе. Ты же мой отец. Ты должен был защищать меня. Ты совершил глупость. Вынудил меня. Мне пришлось спасать сестру вместо тебя. Оракул повелела убить Кассандру. Её слово, закон, ты же знаешь. Больше ты не будешь прикрываться чувством долга. Хватит! Прошлое не изменить. Я спартанец и умру им. Наемнику, который принесёт твою голову, полагается щедрая награда. Поэтому ты здесь. Тебе не убежать от прошлого. Пора ответить за всё. Ты заслужил смерть. Но в мщении нет чести. Ты должен взглянуть в лицо прошлому, отец. И эта участь страшнее смерти. Я не выполнил свой долг. Не защитил тебя. Не спас вас обоих. Я любил тебя и твою сестру. Как своих собственных детей. Но это не так. О чём ты? Этот вопрос лучше задай своей матери. Стой. Найди свою мать. Зачем? Где бы Мирин ни была, она знает больше, чем я. Куда ты идёшь? На поиски чести. Остерегайся змей в траве, Алексеус. Итак, ты убил отца? Приёмного отца. Ну, думаю, в таком случае боги не будут с тобой строги. Николаус вырастил меня. Обучил. Он был моим отцом, хоть и пытался меня убить. Это плохо или нет? Неважно. И только у тебя были трудности в семье. Да. Я рад, что ты со мной, Варнава. Это взаимно. Как я могу тебе помочь? Найдём мою мать. Она жива, Варнава. То есть, Николаус так думал. Отлично. Слава Гере. Что теперь? Куда плывём, капитан? Первым делом в Факиду. Там меня ждёт Элпинор. Он должен мне деньги и разговор. Добро, Алексиос. Заодно можем попросить совета у Пифии. Эльфийский оракул знает ответы на все вопросы. Я подумаю об этом. Славно. Даже цари прислушиваются к советам Пифии. В её руках судьба мира. Говорят... Да, я знаю. Хватит разговоров о ней. Хм. Ну, хорошо. Ты знаешь, где искать Элпинора, верно? Он в лагере паломников. Но... Перед смертью Николаус предупредил меня о змеях в траве. Похоже, тебе нужно подготовиться. Пусть лучше Элпинор готовится. Ищи меня в храме Аполлона в Дельфах. Как покончишь со змеями. О, Алексиос! У меня совсем из головы вылетело. Твой дом постигла ужасная участь. Тот старый дом? Да он едва стоял, такой был ветхий. Я Кефалини. На острове свирепствует болезнь. Она пришла из Каусаса. Столько людей погибло. А лекарства нет. Малака. Жрец был прав. Только скажи, и мы сразу отправимся назад. На Кефалинию. Спасибо, друг. Я это запомню. Вперед. А, мести. Какие вести? Волк. Мертв. Отлично. Твои деньги, как и обещал. Думал, буду торговаться? Что ты, Алексиос? Не каждый день я приказываю кому-то убить отца. Но он не был твоим отцом. Верно? Почему ты поручил мне убить его? Я знал, что ты сможешь. А, ты о нем? Ему не было равных. Он захватил бы Афины за пару месяцев. А Стентер не настолько одарен. Ты хотел спасти Афины? На быстрой войне не нажиться. Знаю, знаю. Тебе нужно все обдумать. Идем. Скажи, мести, узнал ли ты что-нибудь новое от Волка? Он сказал, что моя мать жива. Боюсь ненадолго. Что ты имеешь в виду? Что ты принесешь мне ее голову? Ты вышел из ума? Ты променял жизнь отца на горсть монет. Я подумал, что ты жаждешь смерти своих родных так же, как и я. Малака. Вздумал играть со мной? Я вырву тебе язык. Я разочарован. Алексиус, здесь прекрасно, правда? Боги так близко. Я чувствую присутствие Аполлона. Как дела с Альпинором? Поговорим об этом позже. Кто это? Простой паломник. Он был у Оракула. Я спросил, так ли она всесильно, как говорят. Ну, и как? У меня больше вопросов, чем ответов. А то она и Оракул! Ты не соврал. Это и правда копье Леонида. Эм, эээ... Само сорвалось с языка. Малака. Варнава, думай головой. Просто он интересуется легендами, как и ты. Я думал, вы повадите. Как же? Ты узнал копье, лишь взглянув на него. Ты не простой паломник. В Дельфах все сложнее, чем кажется. Даже я. Меня зовут Геродот. Я историк. Или был им. Война толкает нас на отчаянные поступки. Хм. Это правда. Почему ты скрываешь свое имя? Я здесь по заданию жителя Афин. Очень могущественного. Мы хотим положить конец войне. Ты сказал, что хочешь задать Оракулу личный вопрос. Война касается и меня, Варнава. Значит, ты просил у Пифи совета, как прекратить войну? Верно. Но в Дельфах что-то неладно. Стражники на каждом шагу людей гонят прочь. Я хочу поговорить с Пифией. Но очередь. Да я состарюсь раньше, чем дождусь. Ха-ха-ха! Да ты шутишь! У тебя нет недостатка в оружии. Я не хочу проливать кровь. Кровь? Просто зайди! Кто тебя остановит? Жрец? Ха-ха-ха! Ладно. Но если что-то пойдет не так, виноват будешь ты. Он потрясающий, правда? Я хочу увидеть Пифию. Войти могут лишь те, кого избрал Аполлон. И как стать избранным? Занять место в очереди. Я похож на того, кто готов ждать. Ощутий силу света Аполлона. Этот свет способен разогнать тьму. Выбирай мудро, смертный. Лишь один вопрос. Скажи, что хочешь знать? Я лишился матери. И хочу найти ее. Где она? Это ты? В моем видении! Дитя на скале! Откуда ты знаешь? Уходи отсюда! Иди! Уйти? Ты хоть знаешь, чего мне стоило сюда попасть? О, я знаю. В Каососе ты бросил вызов жрецам. Ты спас девочку и ее семью. Но как? От света не скрыться никому. Прошу. Помоги мне. Ответь на мой вопрос. Дитя скалы. У культа космоса везде свои люди. Они убьют тебя. Культ космоса? Оракул умолкает. Пророчество сказано. Ты не ответила на вопрос! Пифия сказала тебе все. Я не уйду без ответов! Геродот, ты еще здесь? А где Варнава? Он вернулся на корабль. Пророчество тебя не порадовало? Она знала, кто я. Это Пифия. Она притворяется, будто все знает. Нет же. Она видела меня ребенком на скале. Любой мог стоять на скале. Меня сбросили со скалы. Это мое рождение и моя смерть. Говорю тебе, она знала, кто я. Что сделал? Пыталась предупредить. Предупредить? О чем? Она говорила о культе космоса. Знаешь о таком? Слышал кое-что. Его адепты появились в Дельфах. Но это только слухи. Похоже, Пифия их боялась. Стражи увели ее. Увели? Значит, слухи не врут. Если они добрались до Пифии... Это ужасно. Понимаешь, что это значит? Теперь культ управляет миром. Я поговорю с ней, когда ее не будут так защищать. Тут без чуда не обойтись. Она всегда под охраной. Я разыщу Дом Пифии и получу ответы. Алексио, вспомни. Где нужно действовать хитростью, грубая сила не поможет. Стража! Стража! Не бойся. Мне просто нужны ответы. Пифия – священный сосуд богов. Люди из дальних стран приходят ко мне за ответами. Но никто не смеет врываться в мой дом. Аполлон жестоко покарает тебя. Стража! Я всего лишь ищу свою семью. А все вокруг только лгут или пытаются убить меня. Ты первая, кто хоть что-то знает. Если я скажу, меня убьют... Я остановлю их. Помоги мне. И я устраню угрозу. Хорошо. Только поторопись. Чем дольше ты здесь, тем больше мы рискуем. Что это за культ космоса? Они всевидящие и незримы. Довольно загадок. Имена. Я не знаю. Клянусь. Они носят маски и плащи. Почему ты помогаешь культу? Меня заставили. Так, значит, все эти пророчества лживы. Получается. Тебе платят за обман? Почти все спрашивают о любви и смерти. Я говорю то, что они хотят услышать. Но если речь идет о войне или политике, мне щедро платят за ответы, которые выгодны культу. Я был в твоих видениях. Что ты видела? Под храмом Аполлона спрятан артефакт. Он показывает то, что знают лишь боги. Ты говорила, дитя на скале. Культ ищет спартанского ребенка, сброшенного с горы Тайгет. Артефакт указал, что это дитя ты. У тебя есть шанс сделать доброе дело. Расскажи, где искать культ. Скажи, где они, или будем искать вместе. Под храмом Аполлона есть древний зал. Это место их встречи. Но без плаща и маски, как у служителей, тебе туда не проникнуть. Где мне найти такие плащ и маску? Иногда ко мне приходит один человек, проверяет, все ли хорошо. У меня самый большой дом в хоре Дельф, а он все предлагает мне деньги. Мне от него не по себе. Как его зовут? Элпинор. Элпинор, он служит культу? Я не уверена, но если да, то у него есть все, что тебе нужно. Ты знаешь, где его найти? К югу от долины Нимф есть крепость. Говорят, он ведет свои дела там. Спасибо тебе. Пусть свет Аполлона приведет тебя к твоей семье. Ну? Что тебе сказала Пифи? Меня ищут жрецы культа космоса, но я найду их раньше. Они собираются в тайном зале под храмом Аполлона. Так это правда? На что-то они годятся. Одурачили меня. Туда не попасть без маски и плаща. По ним адепты культа узнают друг друга. Храм Аполлона легко найти. Он рядом с пещерой Геи. Но как ты проникнешь туда? Нужны плащ и маска. Пифи сказала мне все, что нужно. Встретимся у храма. Но сперва я убью Элпинора, этого проклятого лжеца. Ты совершаешь ошибку. Мне не стоило верить тебе на Кефалинии. Ты жив только благодаря мне. Культ хотел твоей смерти. Какой культ? Где они? Что ж, мы пришли. Место собраний культа. У нас под носом. Я захожу. Постережешь мои вещи? Оружие лучше оставить здесь. Вряд ли им оно придется по нраву. Как я выгляжу? Зловеще. Хорошо. Когда все выяснишь, разыщи меня. И держи себя в руках. Не натвори дел сгоряча. Кто? Я? Ты поздно. Так нельзя. Хорошо, что Деймос еще не пришла. Прости, я... Я здесь впервые. Наши ряды пополнились. Что ж, здравствуй. Здесь так много людей? Но цель у всех одна. Хорошо. Мы будем обсуждать наши последние достижения. Мы не встречались очень, очень давно. Откуда эти люди? Отсюда и из-за моря. Мы все единое целое. Здесь нет войны и нет сторон. Ты назвала имя Деймос. Кто это? Ты очень быстро ее запомнишь. Это наш лидер. Она так считает. Но нет. Она наше оружие. С ней непросто, но она делает важную работу. Я бы не стала ей завидовать. Поговорю с остальными. Спасибо. Да-да, пока мы ждем Деймос. Кто знает, сможешь ли это говорить потом. Пока от нас хотят лишь крови. Как бы не потребовали руки. Давай, давай. Теперь твой черед. Нужно сосредоточиться на том, что нам даст род Деймос. Какой род? Я имею в виду семью. Мать, отца, брата. Они нужны нам. Все они. Для дела. Конечно, Деймос не стоит об этом знать. Ты знаешь, как она вспыльчива. Она легко порвет нас на куски. Конечно, я никому не скажу. Правильно. Она не должна знать, что мы нашли ее мать. Что будет с матерью? Сделай милость. Говори тише. Мы используем ее во благо, если сможем ею управлять. Вы нашли ее? Нет. Но этот момент близится. Поверь мне, она следующая. Мне пора. За наше дело. За него. А, последний фрагмент. Теперь все готово. Стоит мне взглянуть на нее, я слышу песнь. Песнь о силе. Зовет ли она тебя так же, как меня? Да. Что ты делаешь? Ты выжил из ума? Я... нет. Она же еще не пришла. Держи себя в руках и молчи. Прояви уважение. Эл Пинор мертв. Среди вас... Предатель. Артефакт укажет на него. Ты... Все пройдут проверку. Ты... Давай. Все. Ты... 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 Ти. 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 Кассандра? Кто ты? Иди. Ты сюда. Предатель мёртв. Ты жив. В храме были люди. Их лиц я не видел. И... Геродот. Они управляют Грецией. Всей Грецией. Ясно. Дурные вести. Ещё. У них есть она. Есть кто? Воин. Я не видел бойца сильнее и свирепее. Геродот. Это моя сестра. Нам нужно в Афины. Афины? Мы должны найти маму. Мои вещи. Копьё. Да-да. Копьё. Они зовут мою сестру Деймос. С помощью артефакта она проникла в мою память. Алексиас, тот, кому я служу, должен услышать твой рассказ, пока не поздно. Ты когда-нибудь слышал о Перикле? Перикл. Царь свободного народа Афин. Царь? В Афинах нет царя. Это Перикл служит людям, а не наоборот. Служит людям? Ха, ты прав. Цари так не делают. Перестань. Он хочет закончить войну. Как и мы. Он должен узнать, что против него готовится заговор. Нам нужно в Афины. Афины? Но как же моя семья? Моя мать? Её надо найти. В твоих руках копьё Леонида. Соответствуй. Если Перикл не положит конец войне, мы все погибнем. И твоя мать тоже. Что мне война? Проклятый культ уничтожает мою семью. Твой долг защищать Грецию. Наш долг. Придупреди Перикла. Но моя мать! Что же мне делать? Если где и можно узнать что-то о твоей матери, так это в Афинах. Правда? Подли Перикла собрались мудрейшие мужи Афин, а значит и всего света. В Афинах ты сможешь исполнить свой семейный долг. Вот только прежде нам нужно отправиться в Фермопилы, а точнее к статуе Льва. Вот как? Зачем? Хочу кое-что выяснить. Это поможет нам покончить с культом и спасти твою мать. Я доверюсь тебе, но нам нужно торопиться. Сперва в Фермопилы, затем в Афины. Закрой глаза, и ты услышишь предсмертные крики отчаянных храбрецов, погибших в бою. В тот день их голоса замолкли, но легенды о спартанцах будут жить вечно. Мы здесь не ради бесед о мертвых. К чему ты клонишь, Геродот? Битва при Фермопилах еще в наших сердцах. Но только здесь можно ощутить всю горечь. Мертвым уже не помочь. Меня волнуют живые. Достань копье. Копье? Зачем? Мне нужно кое-что знать. Копье? А-а-а-а! Енек! И... У-у-у-у-у-у-у! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ты знал, что так будет? Я не знал, но предполагал Есть место, которое мне кажется мифом Казалось Необычная постройка на острове Андрос Странные рисунки на камне Не похожие ни на что Ты хочешь отплыть на Андрос и показать их мне? В своих странствиях я слышал о древней цивилизации О народе, что был до нас Твое копье связано с тем местом Копье признало тебя, Геродот Я тебе верю Ты понимаешь Я сделаю все, что в моих силах Чтобы помочь тебе найти мать Обещаю Но сперва мы должны попасть на Андрос Встретимся на корабле Как же мне попасть внутрь? А может быть Кто здесь? Покажись! Нерешительность приближает... Гибель! Я знаю, мама! Ты делаешь успехи Твоя воля сильна Но ты не действуешь Я собирался! Знаю Но все решает миг между замыслом и действием Давай Копье Леонида Ты уже не дитя Копье отца это великое бремя, но... Ты готов Я чувствую! Копье! В нем магия! Оно наделено древней силой Им владели величайшие герои Мы принадлежим к тому же роду Наша семья Все мы? Подумай о Леониде Он был отважным воином И принес величайшую жертву В тебе его кровь А еще его сила Мы умеем чувствовать то, что не чувствуют другие Это дар нашей семьи Но не все понимают это Некоторые узнав о нашей силе Захотят заполучить ее Отнять ее у нас Я не позволю Знаю Ты воин Если всегда идти вперед Только вперед Нас не трогут Буря грядет Значит, пора двигаться дальше Мама Я помню о тебе Буря грядет Буря грядет Кузня активна Храна синхронизирует трансляцию Контакт установлен Деймос Кузня Долго же ты была в симуляции Совсем себя не жалеешь Ты не понимаешь Догадка верна Алексиос не только владел технологиями ИСу Но и мог их улучшить Представь, какие это возможности Признаю Потенциал невероятный Но как врач Я должна о тебе заботиться Сейчас тебе надо как следует отдохнуть Хорошо Но только потому, что и тут есть чем заняться Нет, просто отдохни А то начнется просачивание И ты всех нас убьешь Потому что примешь захетов Или фракийцев Да брось Фракийцы, кстати, умеют пировать И помни Мы команда Мы будем прикрывать тебя Сколько потребуется Знаю Киоси следит за безопасностью Вчера он возился в лофте А Лана занята исследованиями А со мной можно поговорить Если в Анимусе что-то пойдет не так Вечный терапевт Ты уверена, что хочешь вернуться в Анимус? Мне кажется, ты пробудешь там еще долго Да Я готова вернуться к Алексиосу Ладно Я пригляжу за тобой Поговорим Тебя легко найти Ты пришла одна? Не может быть Кассандра Ты жива? Не трогай Ну же, сестренка Тебе придется все рассказать Что с тобой случилось? Ничего я тебе не скажу Ты мне чужой Ну, а ты мне нет Это не важно Нам с тобой о многом нужно поговорить О да О твоей проделке с артефактом Тебе удалось привлечь мое внимание Ты этого хотел? Что? Артефакт открыл правду Мы семья И мы с тобой смогли выбраться из парты Да Он открыл правду То, о чем я всегда знала Ты сбросил меня со скалы Кассандра, ты слишком сильно ударилась головой, раз так думаешь Ты грязный обманщик, и я тебе не верю И меня зовут не Кассандра Да, Деймос Ее я не знаю Она полубог Ей поклоняется культ и вся Греция Над ней никто не властен Похоже на легенду Ее тоже придумал культ? Закрой рот Или пожалеешь У тебя был шанс меня убить Но вряд ли ты сможешь Это глупо Нужно найти нашу мать Меня это не интересует Просто ответь, что ты здесь делаешь? То же, что и культ Ищу нашу мать Им она не нужна Твой культ думает иначе Мирин их новая цель Если они ее ищут Значит, хотят убить Ты не знаешь, где она Значит, она и тебя бросила Грустно Нас бросили Но мы все-таки выжили Мы могли бы все вернуть Надо лишь найти ее Служителям культа чужда сентиментальность Семья — ничто Мы хотим править миром Если они и правда охотятся за нашей семьей Николауса они не найдут Он исчез Я сам его искал Мы нашли тебя Пропавшее дитя Николауса Найдем и его И он пожалеет, что сбросил меня со скалы Мне все равно, что ты думаешь Я найду, Мирин Можешь пойти со мной Что? Найдем ее Вместе Ты могла бы помочь Ага Думаешь, игра в дружбу поможет? Будем бегать, как малые дети В поисках мамочки Ты слаб Это ответственность А не слабость Я не откажусь от своей семьи Ответственность? Как высокопарно У культа есть план И никто не помешает его осуществить Я уничтожу ваш культ Ты знаешь, сколько нас Ты знаешь, как я сильна И думаешь, что справишься? Проверь Безрассудность — это семейная, верно? Говоришь, мы с тобой родня Посмотрим, что ты сможешь сделать И все же мы нашли друг друга Говорю же, не трогай Деймос Ну, легенда правдива? Как это было? Что случилось с тобой? И копьем? Тише, Геродот Копье обрело силу Я чувствую Ты был прав Там был какой-то артефакт Он показал мне видение Оно с мамой Значит, древняя цивилизация реальна Алексиос, ты не представляешь Какая сила заключена в копье Леонида Это еще не все Деймос выследила меня Она рассказала, что культ начал действовать Они ищут нас Мою семью, Перикла Почему она раскрыла тебе свои планы? Мне все равно Мы плывем в Афины Предупредим Перикла И нужно найти мою мать раньше культа Значит, нас ждет Пникс Если Перикл жив, он там Разыщи меня в Афинах У холма Пникс Пусть войска спартанцев стоят у наших стен Но мы должны объединиться Ради славы Афин Слава тебе Друзья Друзья, прошу Да, спартанцы рядом Прямо у наших стен Но зачем же уподобляться им? Сочный плод Как жаль, что спартанцы Сожгли поля, где он рос Парфенон Парфенон великолепен, Перикл Но какова цена? Сколько трюрем мы бы могли построить? Сейчас нельзя разобщаться Мы и так разобщены Спартанцы побеждают Кто-то должен действовать, Перикл О, боги Ты здесь Все хуже, чем я думал Клеон собрал толпу Надо спешить Куда? К Периклу Назад Он не угроза для Перикла Уверяю А, Геродот Все хорошо Пропустите Рад вновь тебя видеть, Перикл И я тебя Жаль только, что при таких обстоятельствах А это кто? Алексиос Здравствуй, Алексиос Как тебе то, что творится в Афине? Ты хорошо справился Когда настают тяжелые времена О былых заслугах забывают Перикл, мы тут, чтобы... Нужно выбрать момент с осторожностью И поговорить наедине Ладно Мы пришли сюда по важному делу Как и все прочие Я сказал Алексиосу, что ты пригласишь его на симпосий Ты просишь меня исключить всех Афинен И вместо этого позвать чужеземца? Ты слышишь, Толп? К чему давать им лишний повод? Если он станет работать на тебя Возможно, его сочтут слугой Никакой я не слуга Алексиос, это Афины Если хочешь чего-то Будь готов притворяться И зачем же тебе на симпосии? Я ищу женщину, которая очень важна для меня Геродот сказал, что на симпосии я, возможно, смогу что-то узнать И тут он прав Я проведу тебя Но не обещаю, что ты узнаешь то, что тебе нужно Скажи мне, что делать? Сначала Найди моего соратника Митиоха Он не пришел навстречу Это совсем на него не похоже Ясно Моего друга Фидия Нужно как можно скорее увезти из Афины Что-нибудь еще? Да В городе пройдет астракизм Ты можешь повлиять На результат Хорошо Не привлекай к себе внимания Отлично Пусть это и не само приглашение Но у нас появился шанс Хотя он наверняка пойдет к аспасии Лишь бы был результат Это тебя прислал Перикл? Да Он рассказал про астракизм, но не объяснил, что мне делать Конечно же, для этого есть я Что мне нужно делать? Голосование состоялось Скоро голоса подсчитают Возьми этот мешок со астраками и положи вместо тех, которые охраняют Ты хочешь устроить подмену? Не я, Перикл И у него есть на то причины Принеси мне второй мешок со астраками, и дальше я сам Меня никто не увидит Жди тут Готово Быстро ты Что ты с ними сделаешь? Кину в колодец А, похоже, глашатый Голоса подсчитаны Большинством голосов было решено Что из Афин должен быть изгнан Анаксагор Дружба важна Без дружбы никакое отношение между людьми не имеет ценности Тем сложнее мне сейчас, когда Анаксагор покидает Афины Мы были близки, хоть и не так дружны, как они с Периклом Странно, что Перикл не пришел защищать его Кто ты? Спроси любого, и тебе скажут, что я Сократ Но имя ничто Мы — это наши действия У всякого действия своя награда и своя цена Так скажи, кем считаешь себя ты? Я знаю цену действию Приходится, ведь я мистий И эти слова говорят о тебе куда больше, чем любое имя Рассказывать о себе нужно осторожно Вряд ли у меня найдется столько времени Тогда сосредоточимся на недавнем событии Ты мистий, так скажи, есть ли то, чего ты не станешь делать? То, что я мистий, не значит, что я соглашусь на все Даже если награда будет более чем щедрой? Даже тогда А если тебе предложат то, в чем ты отчаянно нуждаешься Что-то, что не достать по-другому Сдвинешь ли ты тогда эту границу? Эта граница сдвигалась не раз и не два Но она есть И сдвинется еще не раз, судя по твоим словам Возможно Да, ты явно из тех, кто сделает все, что сочтет необходимым Будь то за деньги или ради личных целей Так поступают многие Но мне интересны твои мотивы А как иначе? Из-за тебя, мой друг, вынужден навсегда покинуть этот город, свой дом Меня попросили об этом Так ты важнее того, кого обрек на изгнание Но есть вопрос интереснее На ком больше вины? На Анаксагоре, что навлек на себя гнев народа Или на тебе, решившем его судьбу? Я за него не в ответе И думаю лишь об одном О себе Тогда подумай и об этом дне Об Анаксагоре, о выборе Сократ Вот и ты Вот и я Пойдем Тебя заждались Я хотел узнать судьбу Анаксагора И узнал Скажи, что я скоро буду Что ж, наша беседа подошла к концу Впрочем, надеюсь, она не последняя Все может быть Стой Дальше тебе нельзя В сторону У меня важное дело Не пускать людей тоже Может, увидишь Фидия после суда Если ему сохранят жизнь Дело в том, что мы с Фидием так давно Не общались Ты же понимаешь, о чем я? О, последнее свидание перед судом Ему считай конец, так что не стесняйтесь Только не говори никому обо мне Извини, что напугал Как ты справился со стражей? Ты первый, кто смог Тише, я от Перикла Хвала, Финни Я в него верил Я боялся, что они пришлют ко мне убийцу Надо вывести тебя из города Он знает о заговоре Ты про суд? Похоже, у тебя не шанса Народ меня любит Ведь я Фидий Но есть и другие Вот Малака Значит, Перикл спасает тебя не от суда Это приказ убить тебя Кто автор? Я не знаю, кому доверять Я скульптор Я хотел лишь творить Прошу, скажи, что делать Сначала успокойся Тебя ждет суд Люди против тебя Теперь еще и культ хочет твоей смерти Говорю же, успокойся Да, конечно Ладно, надо идти Ты знаешь, где тебе можно скрыться? К югу от Афин Есть остров Серифос Там живет мой друг Ферос Я послал ему весточку Когда узнал о заговоре Думаю, он сможет помочь Мне нужны любые сведения о личностях культистов Да, да, конечно Стража Я отвлеку их, а ты беги Вечером отправимся на Серифос Пока не встретимся, не открывай лицо И я понял Решил, что можно приходить и уходить, когда вздумается, а? Эй, где ты там? О, ты пришел И я начал волноваться Я обещал увезти тебя из Афин Это правда Не будем понапрасну тратить время Плывем на Серифос, пока можем Рад видеть тебя в добром здравии, Фиди Спасибо, Ферос Как видишь, я прибыл не один А, да, благородный воитель, о котором ты мне писал Я рад, что спас его В свою очередь, я кое-что узнал Убить Фидиа планировал человек по имени Брессон Надеюсь, тебе это чем-то поможет Да Попрощайся за меня с Периклом И будь осторожен В Афинах сейчас небезопасно Сами боги послали тебя Если бы не ты, меня бы съели заживо Змеи не едят людей Но наверняка убивают Так что спасибо Помогать тем, кто попал в беду, мой долг Миру нужно больше таких, как ты Особенно сейчас Я от Перикла Он волновался за тебя Часто ты оказываешься в таких ситуациях Что за странные шутки? Злодеи вломились ко мне Притащили сюда Связали и выпустили этих тварей Останови их Кого, змей? Злодеев Я отыщу их, Митех Не бойся Люди на грани Если так будет продолжаться Мы поубиваем друг друга без всяких спартанцев Должно быть, нападавшие живут тут Но, судя по письму, они лишь выполняют чужую волю Чью? Ты чего рыскаешь вокруг моего дома? Вы напали на Митиоха Я нашел змей, письмо от вашего друга и труп И все это здесь Да, Актиз Мы знали, на что идем Не прольется кровь, не настанут перемены Я знаю, кто-то дал вам этих змей Вас просто использовали Кто это был? Настоящий герой Афин И шавком Перикла его не остановить И орудие в чужих руках Скажи мне, где продавец змей? Ладно, ладно У него лагерь возле города Там он продает змей Еще не поздно все изменить Но нужно действовать вместе Может, ты и прав Раз уж мы живы Но с чего начать? С себя Этот район ваш дом Не думайте о политиках Займитесь тем, что можно изменить Спасибо Попробуем Что ж, вижу, твои дела идут неплохо Пока опасность миновала Но злодеи все еще на свободе Это были рыбаки Их использовал продавец змей Который служит врагам Афин И что ты сделал? Объяснил, в чем они заблуждаются И отпустил Теперь ты в безопасности Я рад, что все живы Но как знать, вдруг они вернутся Они знают Если что, им придется иметь Дело со мной Что ж, вероятно, встреча с тобой Их сильно напугала Спасибо за помощь, Мисти Я расскажу об этом Периклу Алексиус, это ты Феба Ты сказал, что не вернешься на Кефалинию И я решила уехать Не помню, чтобы я говорил, что тебе тоже надо уехать Зато я тут Не верится, что ты здесь Мне тоже Не верится, что мы с тобой в Афинах Здесь все совсем не так, как на Кефалинии Но что ты здесь делаешь? Я должна помочь тебе Проследить, чтобы ты не брал оружие и переоделся Так ты теперь работаешь на Перикла? Нет, на Аспасию Думаю, я готов Нет же Не в таком виде Жители Афин любят, когда им подражают Не волнуйся, у меня есть одежда Переоденусь Ты присмотришь за вещами? Да Оружие оставь в углу Я вернусь, как будешь готов Как-то неудобно в этом Зато не выделяешься И что в этом хорошего? Ты что? Самый верный способ Если хочешь, чтобы с тобой говорили Поверь Ну что, это все? Да, теперь ты готов Между прочим, бывало и хуже Что-то не припомни такого Мне точно нельзя брать с собой оружие? Да, точно Все, поторопись О, и не забудь попрощаться О, Алексиас Великолепный странствующий наемник снова с нами Жаль, что припозднился Геродот Афиняне не стесняются говорить, если они мне не рады Хоть одно приветливое лицо Главное, не дай нашим гостям тебя запугать Ладно Перикол не царь Они нужны ему, чтобы снискать любовь людей А им нужен Перикол В этом они похожи на тебя И ты думаешь, что они помогут? Помогут, если будут тебе доверять А ты подобрал подходящий наряд Если твой наряд внушает доверие Люди станут тебя уважать Пойдем же Я тебя всем представлю По ним не скажешь Но от того, что скажут эти люди Зависит наше будущее О, Сафокл и Еврипид, прошу жаловать Два самых прославленных драматурга В критике им попросту нет равных Судя по всему, у них снова интеллектуальный диспут Как обычно И к тому же он пишет комедии Комедии! Еврипид! Я слышал о Сафокле В моем деле важно знать самых богатых и знаменитых людей Гермип тоже написал немало комедий Выпей еще Но он больше известен своими убеждениями, чем трудами Однако человек рядом с ним – Протагор Софист, достойный не меньшего уважения, чем великий Сократ Пригласить Сократа – прекрасный способ испортить всем вечер Странно, что его вообще пустили Ой, пусть Сократ тебя не тревожит Он хотя бы пришел сюда в обуви А тот бедняга с граци и обезьяны – это Фросимах Если прислушаться, поймешь, что они с Сократом хотят доказать одно и то же Но он так размахивает руками, что не слышит критики Я совсем не об этом А где же Перикол? О, он не выходит к своим гостям Кстати говоря, у меня к нему есть одно дело Подлый Сократ! Вечно он там, где его совсем не ждешь Воин, защити меня от его вожделяющего взгляда О, алкевиад! Сейчас время не для ревности, но для любви Тебе не стоит брать пример с алкевиада Прошу, не пей слишком много Ну? Скажи, что Мистий думает о собравшейся здесь компании? Видно, эта ночь будет длинной На пирах должно предаваться веселью, а не чтению стихов Все здесь настолько скучны Если эти гости окажутся тебе не по нраву Ты можешь просто сделать то, ради чего пришел Спасибо, Геродот Так, прошу меня простить Нужно найти Перикла и подготовить его Если он один, я передам ему слова Деймос Верно, расскажи все Периклу Я продолжу поиски Надеюсь, они смогут тебе помочь И я Кто-то попал в беду Открывай дверь, не то выбью Не подумай чего Она любит смотреть О, ну надо же Какая сила Какая устремленность Теперь ясно, почему ты привлек Перикла Хочешь присоединиться к нам? Я думал, кто-то кричит от боли Иногда бывает сложно Различить крики боли и удовольствия Знал бы, что постучишь именно ты Открыл бы дверь Буквально На распашку Я пришел сюда, чтобы найти одну женщину Так выходит, мы можем помочь друг другу Ты принесешь масло, а я помогу тебе в поисках Быть может, она тут? Ее там нет А я все равно проверю После того, что я видел Лучше будет сходить за маслом И послушен Ты мне нравишься Поспеши А тебя влечет ко мне, да? Принес масло? Я принес дары Хвала богам! Днем наши женщины горевали А мужчины трудились Но вечер для празднеств Будем веселиться! Что скажешь? Ты с нами? Повеселимся! Но сначала помоги избавиться от этих Жутких афинских тряпок О да Если хочешь, можем даже скормить их козе Тут есть еще коза? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Я ищу женщину О деле больше ни о чем Прелесть! Слушай, я ищу женщину, некогда сбежавшую из спарты Из спарты? Из спарты не сбегают Но пусть, допустим Если она глупа, погибла А если умна, сделала то же, что Аспасия Получила независимость Самая умная и... Изобретательная женщина во всей Каринфии Что, Гетера? Я слышал, что с ними считаются в Каринфе, но думал, что в любом городе так О, нет! Эти женщины не похожи на остальных И чтобы стать Гетерой Нужен ум Али, вернись к нам! Уууу, праздник продолжается Будешь в Каринфе, найди Антусу Она знает обо всех, кто приходит и уходит из города До новых встреч, воин! Антуса в Каринфе Ну, хотя бы что-то А, да это же тот, кто ценит знания превыше всего Думал, мы поняли, знания нам нужны для разных целей А, ты помнишь? Возможно, стоит продолжить ту беседу Ты надеешься отвлечь мое внимание от нашего спора Вы давно спорите и не сошлись во мнениях Довольно Мы обсуждаем природу управления Где, как не здесь Я задам тебе тот же вопрос, что и Фросимаху Считаешь ли ты, что править — это искусство? Это искусство, как и все важные деяния Тут не о чем спорить Но медицина улучшает состояние больного, не врача В плотничество — здание, а не плотника Так разве правление не призвано улучшать жизни подданных, а не правителей? Что за чушь? Я многое видел и знаю, нет справедливых правителей Даже Перикол эгоист Если спартанский полководец отдает приказ и тем самым спасает себе жизнь Он эгоист? Я так не думаю Править городом и сражаться в бою — разные вещи Практикуясь в искусстве войны Разве полководец не обрекает солдат на смерть, в то время как отступление спасло бы их жизнь? По-твоему, полководец не печется о себе, когда отдает приказ Но он эгоист, поскольку отступив мог бы спасти жизни солдат Что ты хочешь этим сказать? Я ничего не хочу сказать Но это твои слова! Я произнес их, но ничего не сказал Я лишь хотел узнать твое мнение Зря тратишь время Спас я А у тебя талант убеждать людей Неплохо Сократ весьма интересный человек А, Феба Перикол уже сбежал от всех на балкон, не так ли? В искусстве скрытного отступления ему нет равных Я приведу его, Алексиус поможет Его все слушают Отлично Иди, Алексиус тебя скоро догонит А теперь позволь представиться Меня зовут Аспасия Скрыть то, что ты натворил в Мегариде, было непросто Ты за мной следила Таким, как ты, нельзя доверять Ради выживания мы готовы на все Это не зазорно Так ты и оказался тут И я тоже Одежда Она тебе подошла? Я бы смирился с этой одеждой Будь у меня клинок Да, до конца к ним не привыкнуть Похоже, за нами наблюдает весь зал, хотя никто и не смотрит Хочешь что-то сказать? Говори сейчас И потише Я ищу женщину по имени Мерин Свою мать Возможно, она в беде, и поэтому я здесь Ты знаешь, где она может быть? Врач по имени Гиппократ вроде бы видел ее в Аргасе Хороший человек Если тебе доведется встретить Агату Передай, что Асфасия помнит ее и шлет привет Что еще? Алкивиа отдал мне имя женщины в Каринфе Ну, конечно Моя подруга Антуса Одна из немногих в Каринфе, кто живет в достатке И при этом честно Вернее сказать, почти честно И это все У меня есть идея В прошлой жизни, чтобы найти что-то или кого-то Я просила об услуге друга Скажем, капитана А его имя? Ее зовут Ксения Последний раз мы виделись на Акеусе Предупреждаю С ней лучше держать ухо востро Жизнь в море превращается людей в чудищ Спасибо тебе Возвращайся, как закончишь Мы найдем твою мать вместе Алексиус? Я тебя не звал Фебе нельзя было тебя впускать И не важно, что на тебе Асфасия послала за тобой Хочет, чтобы ты спустился вниз Она говорит, я не уделяю внимания гостям Но это все не по мне А ведь ты тоже гость Если вы с Геродотом будете здесь Ей этого хватит? Как думаешь? Ты так сильно не хочешь туда идти? Когда проводишь каждый день перед толпами Начинаешь ценить моменты тишины Или хотя бы ее подобие Тебя хотят убить? Да, да Геродот упоминал Культ меня не пугает Мне угрожают и более опасные люди Я боюсь за Афины За их будущее Перикол, забудь на время о спартанцах Культ уже рядом И их тайное оружие тоже Прислушайся к нему Спартанцы у наших стен А культ лишь пугало Фантом Я... Я в родстве с одной из культисток У меня нет причин сомневаться в ее словах Я это обдумаю И, конечно, сообщу своим людям А Спасия хочет знать, почему так долго Передай, что я уже иду Полагаю, на этом мы закончим Вновь благодарю за все Надеюсь, мои гости помогут тебе Посмотрим Ты устал? Только от болтовни В жизни столько не говорил Видишь, обошлось без оружия Ты уходишь? Мне хватит афинского гостеприимства на всю жизнь Ты привыкнешь Правда? И чем ты займешься? Мне нужно встретиться с женщиной на Кеусе Сначала отправлюсь туда Я слышала, там пираты? Постараюсь быть начеку Ага Ты должен знать А Спасия кое-что рассказала О Кефалинии Что же? Остров поразила болезнь Ведь это не... Моя подруга И та лихорадка Не думай так В том, что случилось на Кефалинии Нашей вины нет Я сам отправлюсь туда И проверю, что происходит Да Спасибо Я знала, что ты поможешь Даже не попросишь взять тебя с собой? Нет Здесь хорошо Не то, что на Кефалинии Значит, ты вернешься Обязательно И мне нравится работать у Аспасии Она мне доверяет Увидимся, Феба До встречи Прошу пощады Так Значит Пощады? На тех, кто смеет торговать здесь невольниками Мы ставим метки рабов Отправляем в Атику И самих продаем в рабство Увести его отсюда Я думал, вы работорговцы А ты кто? Я Алексиус Ну, Алексиус Нас также считают убийцами Есть у меня причины Не прикончить тебя на месте? Говорят, ты торгуешь сведениями Ими в том числе, да Я ищу кое-кого Почему я должна доверять тому Кто пробрался сюда тайком? Я искал встречи лицом к лицу Твои пираты вряд ли позволили бы мне это сделать Говори Я ищу женщину Она когда-то покинула Спарту Этого мало, Алексиус У нее на руке родинки В форме созвездия Орла Вот это уже интереснее И кто же эта женщина? Она моя мать Я не видел ее с малых лет Значит, ты хочешь найти свою семью? Можно и так сказать Тебе предстоит нелегкий путь Аспасия направила меня к тебе Аспасия? При чем тут она? Она сказала, что у тебя могут быть полезные сведения Могут, но за достойную плату Сколько попросишь? Ты явно не обеднеешь Вот, это тебе Ничто так не услаждает слух, как звон монет Теперь говори Когда будут сведения? Я уже все узнала Правда? Твоя Мирин скрывается под именем Феникс Она была в моей команде Но потом наши пути разошлись Пора отплывать Кеос, твой дом У меня есть свой замысел Своя цель Вдруг ты никогда не найдешь то, что ищешь Я не устану искать Ты умелый пират А ты замечательный друг Помни меня Спасибо, я... Запомни Важно не место, а люди Если ничего не найдешь Всегда можешь вернуться к нам Ты Антуса? Я? Антуса? Для тебя я могу быть кем захочешь Я беру меньше, чем Гитеры Но в постели мне просто нет равных Значит, ты знаешь о коме Антуса? Много слышала о ней, но не встречалась Говорят, все Гитеры равны Но Антуса особенная Ее слово для них Закон А где все Гитеры, если не здесь? Они смотрят на нас свысока И не хотят иметь с нами дело Если ты их ищешь Ступай на холм Как Рокоринфу У храма ублажают почитатели Афродиты Они думают, что храм принадлежит им Злодеи Воры тут как тут А Гитер не видно Гитеры? Они гораздо умнее нас Они поняли, что всех клиентов Грабили по дороге сюда В Каринфе от людей Дельца не спрятаться Я буду на чеку Он жаждет богатства мести Не только Еще власти И если она у тебя есть Тебе конец Значит, Делец, известный в Каринфе, преступник Мастер подпольных сделок Одной рукой он собирает деньги Другая всегда готова нанести удар Он зверь алчущей крови и наживы Вот он кто Если ты знаешь о Гитерах, знаешь и об Антусе Я ищу ее Говорят, она повсюду Но я ее не видел Но Гитеры видят все Я видела их у источника Пирене Внизу, у горы Там они встречаются с клиентами И уводят куда-то Ясно Лучше молитесь Афродите дома А, Алексиос наконец нашел нас Знаешь меня? А ты знаешь ее Это Антуса Мы видели, как ты помог людям в храме Афродиты Теперь ты наш друг Слышишь, Экар У нее такой же острый глаз А еще о тебе хорошо отзывались Сюрприз Феба? Я от Аспасии Я же работаю на нее Почему тут? В Каринфе опасно Нужно было передать Антусе, что ты здесь Аспасия научила меня слово эмиссар Это я А мы с Алексиосом уже знакомы Видишь? Все просто Я буду помогать Ну ладно, уговорила Кто знает, что будет дальше Да Только будь очень осторожна Пойдем внутрь, Алексиос За нами могут следить Идем же Поговорим А мне можно? Только помолчи Что привело тебя ко мне? Алкивиат рассказывал о тебе Неужто? Ну и? Я ищу женщину Много лет назад Сбежавшую из парты Возможно, теперь Ее зовут Мерин Кто она? Это моя мать Твоя мать? У тебя нет матери Маркус говорил Он вырастил тебя Держи язык за зубами Ясно Ты получишь ответ на этот вопрос В свое время Не сейчас Ну что же Рано или поздно Ты расскажешь Просто поверь мне Я бы не стала той, кто я есть Обманывая людей Даю слово И Алексиосу можно доверять Не пойти ли тебе поиграть? Дай нам поговорить Да, как скажешь Договоримся Помоги мне Всем нам Стать сильнее Настолько, чтобы избавить Каринф от дельца Простая сделка, уверяю Договорились Мудрое решение Мистей Глупец бы Не зашел так далеко Я умею рисковать Значит Договорились Что ж Ты слышал о дельце? Если верить служителям Его стоит опасаться Верно Его жертвам не хватило внимательности Но я всегда на чеку Ты неплохо держишься Еще жива Пока что да Но его разбойников хватит на целую армию Они нападают на всех В том числе на нас Он убивает Гитер? Убивает? Нет Пока мы хитрее Но нам нужно действовать Помощь нужна не только мне Мои подруги Эринна и Дамалис тоже в беде Снова делец? Без сомнений Отомсти их обидчикам Потом придет его черед Дамалис здесь У источника А Иринна Пошла в сад Белерафонта Посмотрю чем смогу помочь Хорошо Делец платит своим людям деньгами Полученными от контрабанды оружием Ему это выгодно Ведь идет война Если прервать поставки дельца Его люди останутся без еды Точно Отправляйся на его склад в порту Лихайона И сожги груз Весь груз Об остальном позаботится хаос Тогда пусть его склад сгорит Так ты поможешь нам, Мистий? Вряд ли ты работаешь на дельца Я бы не стал это скрывать У тебя проблемы с дельцом, Дамалис? Возможно Мой постоянный клиент Изменился Он был достойным человеком, но сейчас Похоже достойных людей в Каринфе немного Мне нужен кто-то, кто сможет узнать Почему он изменился В чем причина? Посмотрим, что он мне расскажет Если он не шныряет здесь То сидит дома Ты с ним поговоришь? Да Мое копье обычно развязывает людям язык Даже упорным О, вот и ты Тише Что ты здесь делаешь? Решила помочь Дамалис управиться с ее безумным клиентом Это верно Ты пригодишься Вот Мой хитрый план сработал Я пойду к клиенту Дамалис и поговорю с ним Я была тут Подслушивала Он бормотал что-то под нос Странный Но Может его слова тебе помогут? Что там? Так, сейчас Он говорил что-то о встрече у свинарника Феи Сегодня Это полезно? Может быть Что за встреча? Он должен забрать документы о праве на землю, кажется Это интересно Что еще? А Он назвал имя Динамен А кто это? Хорошо Спасибо тебе, лазучица Феба Неплохо, а? За дело Запоминай Я его отвлеку А ты проберись в дом И обыщи там все Я не подведу Я не подведу Славно Если заметит, беги Со всех ног Потом встретимся Хорошо? Я готова Идем Я тебя знаю? Нет Но я знаю тебя Если тебя прислал Мирон, передай, что я заплачу Сегодня вечером Я не от Мирона Нужно поговорить Я знаю, ты что-то Что-то? Не понимаю, о чем ты Тебе меня не подловить Свинарник Феи Ты сегодня там с кем-то встречаешься Откуда ты знаешь? Неправда? Все не так Ты получишь документы На землю Уж не знаю для чего Лазочек Что еще ты знаешь? Выкладывай Динамин будет зол, если ты сегодня не придешь на встречу Как? Что тебе нужно? Я знаю про Дамалис Ты ее клиент И ты что-то замышляешь Я люблю ее, пойми Всем сердцем Но она тебя боится Лучше я, чем другой, более беспечный А не послушаюсь, меня убьют Это не любовь, а слабость Можно подумать, я не знаю И он это знает Вот и заставил меня Кто тебя заставил? Я больше не буду И мне жаль Ладно Хайра, старик Посмотрим, что тут Так, что это значит? Прочитай письмо Жуть Написано, слушается, пожалеет Я так и думал И еще Он должен привезти Дамалис в один дом в Каринфе Вот, смотри Что это за место? Не знаю Но я разберусь Я с тобой Не надо Иди к Дамалис и жди меня там Ну, пожалуйста Ты сделала достаточно Это опасно Я найду тебя позже Ладно И вот еще Держи меч Он из его дома О, ты хороший вор Ага Так ты, Проныра Кто тебя прислал? Что ты тут делаешь? Я хотела помочь А ну, не лезь Хеба, беги! Больше ни в шагу Смотрите, кто к нам пришел Хочешь порки? Делец это мигом устроит За это он будет гнить в Тартере Ханжа Мы в Каринфии В комнате для утех можно все Главное, чтобы Делец был доволен Ты болен, как и он Делец уделяет особое внимание тем, кто ему по вкусу Я скажу, что ты пришел сам Это я уделю тебе внимание Ты сдохнешь Алексиос Алексиос Твоя подруга уже тут Вернулась? Да Я срезала дворами Прости, Алексиос В следующий раз слушай, когда я говорю Ладно Это для твоего же блага Особенно в этот раз Что случилось? Я побывал у дельца в комнате для утех И ты могла попасть туда же Нет Да Твой клиент привел бы тебя туда Вот что мы нашли Что это значит? Что Делец добрался до него От него и правда не скрыться Но теперь я знаю, как с ним справиться Я знаю его планы Он тебя больше не тронет Он обещал Значит, мы можем тебе доверять? Меня так просто не напугаешь Нападайте Я не знаю, как с ним справиться Я знаю, как с ним справиться Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поверь... Почему? Мы схватили его людей... Вооружили горожан... Настроили полис против него... Но ничего не вышло... Осталось лишь одно... Быстрый удар клинка... Подойдет... Заманим дельца в священную пещеру... И покончим с ним... Когда я покину Каринфию... Делец будет мертв... Кольтак... Спарта будет у тебя в долгу... И я был спартанцем... Был? Пока меня не обрекли на смерть... И не сбросили со скалы... Так ты сын полководца Николауса... Вся Спарта знает твое имя... И вот ты тут... Живой... Немыслимо... Я выжил... И рос один, пока в Спарте жизнь шла своим чередом... Не держи на нас зла... Коль в тебе есть благородство... Прощай... И будешь прощен... Я ищу свою мать Мирин... И помочь мне может лишь Антуса... Да... Мирин... Пути назад нет... Потерявшие путь всегда могут вернуться... И боги решили, что ты поможешь в этом... А облегчить задачи не могли? Мужайся, спартанец... Легко не будет... Прощай, Брасит... Мы встретимся... Я на твоей стороне... Будь отважен... Видно, план сработал... Делец подослал головорезов... Слышала... И еще слышала, что у них ничего не вышло... Это не первый мой бой в Каринфе... И не последний... Мы разделаемся с Дельцом в театре... Эту драму Каринф не забудет никогда... Брасит беспокоится... Брасит беспокоится, что смерть Дельца может привести к беспорядкам... Он хочет убить его... Без шума... Он далековато от Спарты... В Каринфе мы будем действовать так, как принято у нас... Я поддерживаю Брасида... Убьем Дельца в священной пещере... Уговор был другой... От Дельца необходимо избавиться... И он умрет вдали от любопытных глаз... Простая сделка... Помнишь? Пусть будет так... Встретимся в священной пещере... Только попробуй... Так это ты... Полубог зловонных улиц Каринфа... Режешь моих людей... Помогаешь этим грязным тварям... Ну да... Ха... Надменен... Как и твоя мать... Ты не подчинишь себе Каринф... О... Подчиню... Не сомневайся... Убери свои... И когда это случится... Я отправлю твою голову к культу... Как доказательство... Что? Ты знаешь? О да... Я знаю твою мать... От нее были одни беды... Но я отплачу... Покончу с тобой... И принесу этой дряни твою отрубленную голову... Жаль, Деймос этого не увидит... Скорей, я заберу твою... Прочь из моего города... Он уже не твой... Жаль, не увижу, как Деймос сломает тебе шею... Ха... Насмешил... Стой! Нет! Люди Каринфа должны увидеть его смерть! Антуса! Его обязательно нужно отвезти в театр! Пусть все увидят его трусость! Хм... Ладно... Веди нас... В театр! Пусть все увидят его истинный облик! Жители Каринфа! Вот вредитель, что воровал ваш хлеб! Уничтожал ваш урожай! Ты так долго ждала этого момента! Благодарю тебя! Благодарю тебя! Довольно? Я исполнила свою мечту! Он это заслужил! А ты заслужил ответы! Что ж, поговорим! Наедине! Не знаю, как тебя благодарить! Хм... И хоть раз будет за что сказать спасибо Алкивиаду! Ведь это он тебя прислал! Ха... Он умнее, чем кажется! Он знал, что ты сможешь спасти Каринф! Это в общих интересах! Все в выигрыше! Оказывается, с тобой приятно иметь дело! Кстати, о деле! За тобой долг Антуза! Да, Мерин! Она недолго пробыла в Каринфе, но успела восхитить меня! Словно буря! Я хорошо помню это в ней! Сильная, одухотворённая женщина! Она хотела найти своё место в Каринфе, но не смогла! Ты тепло говоришь о ней! Вы дружили? Да, пожалуй! Но внутри она прятала боль, о которой не знал никто! Куда она направилась? Этого я не знаю! Она могла намекнуть? Думаю, она сама не знала! Зато я знаю, что она выиграла корабль в кости! Хоть в чём-то тюхе ей помогла! Помню название корабля! Песнь Сирены! Песнь Сирены! Он славился тем, что выдержал все испытания Посейдона! Спасибо, Антуса! Да хранят тебя боги, Алексиос! Заходи в любое время! Расскажу, как идут дела в Каринфе! Похоже, нас ждёт много интересного! И меня! Слушай, ничтожный раб, не скажешь, где он, клянусь Герой, я сожгу тут всё дотла вместе с тобой! Я уже сказал всё, что знаю! Всё просто! Гиппократ должен проявить сговорчивость, признать свою вину и публично объявить, что его таланты – дар богов! Но как же его пациенты? Он отвлечётся от работы! Если Гиппократ считает, что может нарушать порядок, чтобы стать самозванным полубогом, что ж, возможно, сами боги отомстят ему! Отойди от него! Медленно! Кто смеет угрожать жрице Герой? Я! А теперь отойди! Отойди! Похоже, боги хотят дать вам с хозяином ещё один шанс! Ну что же, передай Гиппократу, что если он публично не преклонится перед богами, я соберу армию верующих! И в таком случае приношением богам станет его голова! О, слава богам, она ушла! Я думал, в этот раз она меня убьёт! Что происходит? Я сострат! Хрисис обвинила моего хозяина в непочтении к богам! Она права? Он верит, что люди могут не только молиться, но и взять свою судьбу в свои руки! Невероятно! Вот бы поговорить с ним! Прости, его тут нет! Я найду его! Но если ты пойдёшь к нему, можно небольшое поручение? Смотря какое! Отнеси ему кое-какие вещи! Он торопился и забыл их... Я отнесу всё это Гиппократу! Правда? Я всё ему отнесу, обещаю! Спасибо тебе! А как я узнаю Гиппократа? Иди по дороге на юго-восток от дозора Герек к пещере Пана! Он наверняка где-то там! К нему стоит очередь больных! А ещё он лысеет, но ему об этом не говори! Ха! Итак, что вызвало это состояние? Может, избыток флегмы? В данный момент, да. Но настоящая причина в бездействии... Вот как? Еда, тёплая одежда помогли бы ему. Но знатоки решили, что его состояние – это кар богов, и потому бездействовали. Вызов устоям. Хм! Ты, видимо, Гиппократ. Да, и я очень занят. Я постараюсь побыстрее. И не буду отвлекать тебя от пациентов и учеников. Наблюдения, опыт и эксперименты равно важны для лечения. Я учу этому людей. Я из твоей клиники в Аргасе. Састрат просил передать тебе это. Я так и знал, что забыл что-то. Састрат – хороший врач и как помощник неоценим. Ты попросил его заплатить за работу? Нет. Я знал, что это поможет людям. Другой награды не нужно. Достойный ответ. Так как тебя зовут? Алексиос из Спарты. Рад встрече, Алексиос. Что тебе нужно? Гиппократ, мне нужна помощь. Мне сказали, ты помог моей матери. Я хочу найти её. Здесь бывает много матерей. Они приходят, чтобы Гиппократ помог их детям. Быть может, тебе помогут в святилище Асклепия. У них есть записи обо всех приходящих. Прошу, Гиппократ, я проделал такой путь. Этот пациент тоже. И та, что до него, и тот, что перед ней. Я нужен пациентам, но мои записи о болезнях разума забрали. Верни их, и тогда я помогу тебе в поисках. Быстрее. У пациента мало времени. Я сделаю всё, что могу. Удачи. Мы верим в тебя. Хочешь принять очищающую ванну? Приходи в следующий раз. Мне нужны сведения. Тогда отправляйся прямо к Аиду. Я хочу знать больше о Спартанке, которая бывала здесь когда-то. Твой орёл нагадил тебе в уши. Мне не положено разговаривать с наёмниками. Особенно о женщинах из Спарта и больных младенцах. Мой орёл вырвет тебе язык, жрец. Пощади. Только не язык. Никак Мидону. Хрисис запретила говорить с хозяином орла. Правда? Расскажи мне о женщине и ребёнке. И я не утоплю тебя. Как тебе такое? Прошу, нет. Хватит с нас одной смерти. О чём ты говоришь? Змеи. Змеи. Они повсюду. Видно, сбежали из Толоса. Мы держали их там, но они заползли в бане. Они кого-то убили? Один пациент был в банях, когда они заползли. Он ужасно их боялся. Умер на месте. Твари сидят на его теле. А если я избавлюсь от змей? Ты поговоришь со мной? Разумеется. Без очищающей ванны больные не смогут исцелиться. Я очищу бани от змей. А ты расскажешь всё, что знаешь. Ну? Змей больше нет в банях? Я залил бани холодной водой. Отлично. Ну? Что «ну»? Я избавился от змей. Так что выкладывай всё, что знаешь о спартанке и ребёнке. Собственно, я ничего не знаю. Я пришёл позже. Тебе нужен Мидон. Но он ничего не расскажет. Ничего. Никому и никогда. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Пусть Асклеп избавит её от мук. Она умрёт? Если боги не услышат наши мольбы. В Арголиду прибыло много больных афинян. Но поправились единицы. У девочки тот же недуг. Я могу что-то сделать для тебя. Мне говорили о хозяине орла. Он жаждет лишь крови и денег. Не трать время, жрец. Обсудим мои желания, когда девочке станет лучше. Больных всё больше. А лекарства у нас нет. Жертвоприношения не привлекли внимание богов. Ни свиньи, ни козы не помогли. Нам нужен зверь, чья кровь разожжёт пламя, достойное Асклепия. Что ты предлагаешь? Говорят, в окрестностях святилища, вроде бык с белоснежной шкурой. Ступай на запад, к берегу. Приведи его живым. Боги не смогут не заметить такую жертву. Я трону твоим участием. Но я знаю, зачем ты здесь. Все жрецы поклялись Хрисис, что ничего не скажут хозяину орла или заплатят за это жизнью. Но я служу богам и больным, и верен лишим. Я приведу быка. Удалось найти быка. Я не смог привести зверя живым, но принёс его сердце. Так Асклепия не у милости ведь. Зверь не хотел умирать, и сердца хватит для спасения лишь одной жизни. Прошу умнести. Белый бык принадлежал мне. Я кормлю половину арголиды. Люди будут голодать. Умоляю, болезнь убила моего мужа. У меня двое детей. Что с ними будет, если я умру? Я богата и могу заплатить тебя. Умоляю. Ничего. Помоги лучше им. Ты убил быка. Выбирай, кому помогут боги. Я знаю, каково быть брошенным ребенком. Молись за девочку. Ты пожалеешь. Сложный выбор мисти. Но он сделал. Остальное в руках богов. Я сдержал слово. Спартанка, что ты ищешь? Вы знакомы? О её появлении в святилище ходят легенды. Но я этого не застал. Тебе нужен не я, а Мидон, старший жрец. Он часто вспоминал её до того, как отрезал себе язык. Отрезал язык? Если он не с больными, значит в гостевом доме. Проводит время в обществе своих слуг. Спасибо. Я не забуду твою помощь. Эти люди тоже тебя не забудут. Стража! Их нет. Ты должно быть Мидон. Он не мой. Я знаю. Расскажи почему. Это дело рук Хрисис. Я думал, он сделал это сам. Так он доказал свою верность. Зачем Хрисис заставила жреца отрезать себе язык? Мидон щедрый и заботливый. Пусть отвечает он, а не ты. Расскажи мне о Спартанке с ребёнком. Он может ответить только да или нет. Я понял, зачем ты отрезал себе язык. Когда моя мать принесла дочь, вы бросили её умирать. Хрисис боялась, что ты проболтаешься. Всё было не так. Откуда тебе знать? Ты слишком молода. Он часто рассказывал мне, пока не лишился голоса. Он хотел спасти дитя. Сделал всё, что мог. Я не верю. Мертва. Она не могла умереть. Не знаю, что ещё сказать. Тебе повезло, что она прожила так долго. Раны были очень тяжёлыми. Моя дочка. Моя дочка. Послушай, мы ничего не можем для тебя сделать. Тебе лучше уйти. Молись, деда. Мертвы. Они мертвы. Он оплакивал участь этой Спартанки, оказавшейся так далеко от дома. И её дочь, покалеченную, чуть живую. Расскажи, прошу. Я хочу знать. Даже Аполлон не спас бы дитя. Мидон рассказывал, как плакала её мать. Держала дочь на руках. И пела ей, прежде чем отпустить к богам. Хрисис забрала её, так? И скрыла правду, лишив тебя голоса. Где Хрисис? Ясно. Хрисис подчинила себе все языки. Значит, я сам найду её и проучу. Ты что тут делаешь? Меня прислал Гиппократ. Твой командир украл его записи. Думаю, они у тебя. Те, что составил сам великий Гиппократ, мне жаль. Они сгорели во время боя. Что? Ты слышал, шатёр целителей сгорел. К счастью, я успел выучить эти записи. Я восстановлю их, когда будет время, или после войны. Тебе придётся пойти со мной. Пациент Гиппократа умрёт без твоей помощи. Этот тоже умрёт без моей помощи. О нём больше некому позаботиться? Я единственный лекарь. Не мешай мне. Я подожду тебя здесь. Вдруг ты сбежишь, пока меня не будет. Типичный наёмник. Впрочем, я не удивлён. Займись делом и найди мои костные щипцы. Постоянно кто-нибудь прибирает их к рукам. И ты пойдёшь со мной к Гиппократу? Даю слово. Я принесу щипцы. Это они? Помощник из тебя неплохой. Я сочту за честь помочь Гиппократу после операции. Какое-то время будет хромать, но дай Аполлон полностью поправиться. Встретимся там. Не опаздывай. Гиппократ, как пациент? Я не смог вспомнить порядок лечения, а ты опоздал. Твои записи сгорели в огне. Я пришёл, чтобы помочь тебе. Сначала я пошёл к жрецам. Я должен был узнать, где моя мать. Понятный выбор, но он стоил больному жизни. Спасённая жизнь служит нам наградой за труды. Врач должен ставить нужды больных выше своих. Сегодня я получил урок. Я хочу записать то, что помню из твоих заметок, Гиппократ. Гиппократ, мне жаль, что пациент умер. Но я должен узнать, что случилось с моей матерью. Пойдём, надо поговорить. Значение диеты для здоровья невозможно переоценить. И какой толк от яблока? Хм, ну, одно яблоко в день спасёт тебя от врачей. Но шутки в сторону. Я знаю, зачем ты здесь. Ты ищешь свою мать. Ты помнишь её? Я был молод и не знал, как помочь. Я отказал ей. Но я помню её взгляд полной решимости и отчаяния. Вряд ли я когда-нибудь его забуду. Потом я поклялся Аполлону, что больше никогда никого не отвергну и посвящу себя медицине. И в этом её заслуга. Твоей отважной матери. Ей бы это понравилось. Я знаю, как помочь тебе найти её. Я поклялся не рассказывать о Долупсе, но это мой долг перед твоей матерью. О Долупсе? Это жрец, что посвятил свою жизнь заботе о сиротах. Возможно, он помнит ту далёкую ночь. И знает что-то о твоей матери и её ребёнке. Я схожу к нему. Спасибо, Гиппократ. Уходи! Тише. Я от Гиппократа. Его что, беспокоит моё здоровье? Да. И нам нужны сведения. Кто-то... Пытался меня убить. Убить? А как же помощь сиротам? Я здесь из-за них. Это было давно. Теперь я крестьянин. А я Мистий. Поможешь мне, если я найду убийцу? Клянусь. Я выясню, кто убийца. На меня напал либо сосед, либо землевладелец. Но сначала надо всё узнать и доказать вину. Я вернусь, когда всё выясню. И... Мы обсудим твоё прошлое. Я ищу того, кто напал на Долобса. Землевладелец. Ручаюсь, хоть его лицо и было скрыто. Он живёт один и нанимает солдат для охраны. Наверняка с ним что-то неладно. Спасибо за помощь. Мистий! О, я испугался. Я знаю, кто убийца. Что думаешь? Кто напал на меня? Это землевладелец. Вот как. Значит, я мешаю ему. Я разберусь с ним. Будь осторожен. Он опасен. Землевладелец мёртв. Впрочем, всё гораздо сложнее. Он... Он был из тех людей. Правда? Я не... Вот. Возьми. Может пригодится. Ты хотел что-то узнать? Гиппократ сказал, ты работал с сиротами. Верно. Но Хрисис прогнала меня. Вот как. Где это случилось? В лесах у светилища Склепия. Но с тех пор много воды утекло. Ты выполнил свой долг. Я разберусь с Хрисис. Всё ясно. Предупреждение. Похоже, убийство это у вас семейное. О, хозяин Орла. Не смей говорить про мой род, змея. Я помню, как твоя мать принесла сюда моё дитя. Жалкое, плачущее, слабое существо. Зная тогда, что у Мирин двое детей. Но теперь ты здесь. Вся семья в сборе. Говоришь о семье и отправляешь культистов к своему сыну. Кстати, они мертвы. Доллапс мне больше не сын. Ведь он отвернулся от богов. То есть отвернулся от тебя. Это дитя предназначалось мне. Он был слишком глуп, чтобы это понять. Моя мать поверила, что ребёнок мёртв. Он был мёртв. О, как она рыдала, когда дитя затихло. Но я позаботилась о нём. Положила на алтарь. Молила всех богов о пощаде. И они вняли. Я убью тебя за всю боль, что ты причинила. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мир — это боль. Но Деймос с ней справится. Твоя мать визжала, как свинья на алтаре моля богов о спасении. Я стала Деймос лучшей матерью, чем она. Могу и тебе стать матерью, хозяин орла. Речь не только о моей семье. Ты, твой культ. Хотите погубить Грецию? От вас одни страдания. Твои руки в крови. Ты угрожаешь мне и смеешь говорить о страданиях? Ты убийца. Совсем как твоя сестра. Я докажу тебе. Мой сын! Это твое дитё? Он умирал. Хрисис велела сделать подношение Гере, чтобы его спасти. Хрисис подожгла храм, пока мы с ним были внутри. Хрисис служит Гере. Выполняет её волю. Разве так должно быть? Твой сын чуть не сгорел заживо. И ты его спас. Хвала богам за это. Всё хорошо. Мама здесь. Спаси. Алексиус, вернулся. Я спешу, прости. Стой! Куда? Скоро приду. Встретимся у Аспасии. Как ты всё-таки похожа на меня. Аспасия. О, Алексиус. Ты вновь вернулся в Афины. Но город мёртв. Наш мир рушится у нас на глазах. Мир мрачен, но ты жива. Верно. Но они хотят уничтожить всё, что создал Перикл. За этими стенами царит хаос. Люди забыли, что значит быть людьми. Нам нужно поговорить. Я узнал кое-что о маме. Имя. Корабль. Алексиус, не время. Перикл умирает. В одиночестве. Он гонит прочь даже Гиппократа. Бормочет что-то о своём драгоценном Парфеноне. Перикл сильный мужчина. Он должен одолеть недуг. Ты слышал толпу. Его не спасти. Он умрёт бесславно. Афины знакомы с ним гораздо дольше, чем с чумой. Он лелеял их. Заслуги оправдают его. Периклу нужна помощь. Но он не пускает меня к себе. Он уважает тебя. Ты сходишь к нему? Возможно. Согласишься. И я найду время для разговора о Мирин. А пока что помоги ему. Попробую. Ах, спаси, свет мой. Я же сказал. Это Алексиус? Да. Уходи. Как унизительно, что именно ты видишь меня таким. Ты впрямь не похож на себя. Я чувствую себя так же. Вот лекарство. А, да. Я привык, что обычно их приносит Феба. Я хотя бы жив. Чего не скажешь о моём городе. Теперь это тень былова. Что ж, отныне здесь правит Клеон. Ему придётся вдохнуть в город новую жизнь. Я хочу посмотреть на Афины. Выйдем на балкон. Я должен быть там, на улицах. Тебя растерзают. Тебя растерзают. Клеон не пытается успокоить толпу. К счастью, Клеон не увидит меня таким. Я благодарю богов за это. Больше не за что. Похоже, боги покинули Афины. Я с трудом узнаю город здесь, словно в Тартаре. Судьба Афин решена. Остаётся только ждать. Ты должен вернуться и отдохнуть. Я должен быть в Парфеноне. Это мой великий дар Афинам. Нам нужна милость богов. Но Аспасия... Аспасия... Аспасия права. Обычно, да. Но не в этот раз. Да. Я пойду внутрь. Спасибо, Алексиос. Скажи Аспасии, что я был послушен и выпил лекарства. Ладно. Перикл принял меня. Он покорно выпил лекарства. Спасибо. Что-то не так? Феба до сих пор не вернулась. Я видел её в толпе. Куда она направилась? К Анастасиосу узнать насчёт переправы. Как только Перикл поправится, мы покинем Афины. Выборонит. Но она пропала. Бояться нечего. Аспасия бушует чума. Ты ведь знаешь, она лишь дитя. Отдай Фебе должное. В её годы я была беспомощнее. Перикл знает о культистах в Афинах. Это опасно. Правда? Я думала, он просто бредил. Я разыщу её. Где живёт Анастасиос? В доме напротив Адеона Перикла. Хайре. Шеба! Элла. Элла! Земля. Мать всего. Выслушай. Элла. 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 А не Азов. Алексиус! Всё хорошо? Мне нужно увидеть Аспасию. Сперва найдём Перикла. Он пропал. Каиду, Перикла! Говори, где Аспасия? Алексиус! Прости. Феба. Аспасия ищет Перикла у Парфенона. Ступай туда. Думаю, стоит пойти с ним. Согласен, друг мой, согласен. Вот ты где, Алексиус. Скорее, возможно, Перикл внутри. Что на тебя нашло? Феба мертва. Из-за тебя ты воспользовалась ей. Нет, я... Неправда. Она вызвалась сама. Клялась, что справится. Ты поверила ребёнку. Ты ведь знаешь, Феба не приняла бы отказ. Я была бессильна. Бессильна? Ты отпустила её. А ведь могла уберечь. Я попросила её помочь защитить Перикла. Она жила ради других, Алексиус. Ради тебя. Это горе. Мне её не хватает. Мне тоже, поверь. Но ты знаешь цену этой жизни. Знаю. Знала ли Феба? Аспасия, ты здесь. Вы нашли Перикла? Быть может, он внутри молится. Он не захотел оставаться на Виле. На горе всё стало ещё хуже. Это безумие. Поговорим потом. К делу. Периклу... Перикл. Не смей мне мешать. Всё потеряно. Великий человек. И вряд ли мы осознаем, насколько. Нужно увезти её из Афин. Возьмём корабль. Надо уходить. Иначе он погиб зря. Ладно. Леон приказал никого не выпускать. И привести к нему Аспасию. Я не пойду. Прочь. Держи их. Всё в порядке. Идём. Мы остаёмся, Алексиус. О чём ты? Моё место здесь. Я не могу оставить Афинен без врача. Аспасию ты защитишь сам. А нам оставь Афины. Город захвачен. Афины, которые вы знали, мертвы. В этом-то и дело. Мы начнём сначала. Уверен. Я прожил жизнь как Афиненин. И умру как Афиненин. Окажите мне услугу. Вы оба. Конечно. Найдите тело Фебы. Похороните её. Конечно. Со всеми почестями. Спасибо. Нам пора, Алексиус. Я рассчитываю вновь увидеть вас. Живы. Пиздали, Афины кажутся такими спокойными. Словно там царит мир. Но это лишь видимость. Мне так жаль, Аспасия. Насчёт Перикла и Афин. Не надо казнить себя. Это не твоя вина. Я старался защитить людей как мог. Никто не сомневается, Алексиус. Мы не разгадали намерения культа. Они дождались нужного момента. И нанесли удар. Афеба. Нет, позволь мне. За Фебой приглядывала я. Нельзя было отпускать её. Это моя ошибка. Нет, я хотел извиниться. Ты ни при чём. Прости. Ещё одна смерть на совести культа. Перед смертью они будут молить о пощаде. Непременно. А пока нужно подумать о будущем. Ты знаешь, куда плыть? Я надеялся, ты поможешь мне. Конечно. Та женщина... Феникс. Песнь сирены и её корабль. Феникс. Да, именно так. Я слышала, этот корабль стоит в парту острова Наксос. Что ж, плывём к Наксосу. Найдём Феникс. Меня не запугать. Собирайте людей и удвойте патрули. Никто не должен приплыть с Параса незамеченным. Да, Архонт. Но Архонт... Церсис. Я знаю, что тебя тревожит. Но важнее всего защитить город и каменоломни. Идите. Встреча окончена. Алексиус? Как? Я до сих пор вижу, как ты падаешь со скалы. Думала, что потеряла тебя. Кассандра жива. Они забрали его. Я училась жить заново. Понимаешь? И вдруг узнаю, что вы живы. Вы оба живы. Это правда ты? Или боги смеются надо мной? Я нашёл тебя. Твоя сестра. Её надо вернуть. Уже поздно. Однажды я предала вас. Это не повторится. Что ты... Как ты... У меня столько вопросов. Не только у тебя. Но... Спрашивай. Попробую ответить. Расскажи о моём настоящем отце. Как ты узнал? Мне сказали. Николаус? Вы виделись? Да, в Мегариде. Твой отец Николаус. Он растил тебя. Пока не предпочёл тебе спартанский долг. Он говорил о другом отце. Расскажи мне о нём. Я надеялась, что мне не придётся открывать тебе правду, но... Если мы хотим остановить культ, ты должен знать всё. О чём ты? Я была с ним до твоего... Николауса. О нём давно нет вестей. В чём дело? В бухте высадились солдаты Спароса. Их не больше десятка. Малака. Тимо, собирай людей. Продолжим потом, дитя. Я помогу. Надеюсь, ты умеешь драться? Намного лучше, чем в детстве. Что ж, идём. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правители этих островов давно враждуют. Раньше Парос и Андрос принадлежали нам. Да и мастера у нас куда лучше. А сейчас? Считают, что достойны большего. Богатым негде расправить крылья. Но мы подрежем им эти крылья. Они не знают, с кем связались. Ты похож на Николауса. И сражаешься так же бесстрашно и свирепо. Он был бы горд. Я помню, чему вы меня учили. Вы отличные наставники. Я хотела воспитать тебя бойцом. Так и вышло. Что произошло в Арголиде после той ночи? Я нашла твою сестру и отнесла к Гиппократу, помощнику лекаря. Ты пропал. Я боялась потерять и её. Я недавно говорил с ним. Он ещё помнит ту ночь. Когда мне сказали, что Кассандра умерла, я едва не сошла с ума от горя. Вы были для меня всем. Тебя обманули. Она жива. Может, они поняли, что она особенная и передали её культу? Мы спасём её, мама. Я верну её. Однажды, вцепившись в жертву, культ её не отпустит. Культ. Боюсь, твоя сестра обречена. Я ведь нашёл тебя. Мы спасём её. Вместе. Объясни, почему культ охотится на нашу семью? Есть много причин, дитя. Что мы им сделали? Теперь, когда мы вместе, лучше спросить, что мы можем сделать. Они боятся нас. Твои предки долгие века представляли угрозу для культа. Эти люди хотят нас убить, чтобы мы не помешали их замыслам. Если они нас так боятся, мы докажем, что на то есть причина. Многие пытались их остановить. Мы немногие. И у нас всё получится. Знаю, ты покинула Спарту, но как ты попала сюда? После того, что сделал Николаус, я больше не могла там оставаться. Но почему здесь? Мне выпал шанс помочь этим людям, дать им что-то. Меня избрали правительницей острова, и я должна сберечь его от врагов. А как же Спарта? Ты знаешь, что там творится. И там тоже нужна твоя помощь. Я не раз думала о возвращении, но боль всё ещё сильна. Иногда приходится терпеть даже очень сильную боль. Давай продолжим наш разговор в более приятном месте. Едем же. Что за странный день? Но хороший. Бывало и хуже. Да уж. Ты вырос и полон сил. Но я чувствую бремя, что тяготеет над тобой. Теперь, когда мы вместе, мне легче. Хорошо. Но зачем же боги вновь решили свести нас? Они решили, что членам нашей семьи пора снова встретиться. Это значит, что мы должны разыскать Кассандру и вырвать её из когтей культа. Они причинили нам столько боли. Из-за них страдают и другие люди. Покинув Спарту, я знала, на что иду. Теперь моя забота. Жители Наксоса. Позволь тебе помочь. Мы защитим Наксос и вместе будем бороться с культом. Мирин? Симпосий вот-вот начнётся. О боги. Прости, дитя, я забыла. Готовь лошадей, я уже выхожу. Симпосий? Нужно показать людям, что их лидер силён. Иногда приходится сохранять внешнее спокойствие. Даже если внутри бушует хаос. Я помогу тебе в борьбе с культом, но сперва нужно убедиться, что Наксосу ничего не угрожает. Что нам делать? Вести войну с Парасом. Ослабим их позиции. И в нужный момент нанесём удар в уязвимое место. Что ты задумала? Вызовем флот Параса на бой и уничтожим его. Но Юнеас, мой адмирал, пропал. Он уплыл на Парас, чтобы вести переговоры, но так и не вернулся. Не волнуйся, я его разыщу. Если понадоблюсь, я на симпосии, но если придёшь, постарайся выглядеть не так воинственно. Ты что, не слушаешь? Это опытные убийцы. Не показывайся на людях. Погибнешь. Я это понимаю. Но меня должны увидеть. Пропагандист поработал на славу. Иначе Парас не победить. Уже слишком многие погибли. Прошу, уезжай отсюда. Аспасия, откуда ты тут? Алексиос, подыграй мне. Я вас прервал. Прошу, продолжайте. Так увлекательно. Я пришла сказать твоей матери, что её ищут убийцы из культа. А здесь она на виду. А я говорила Аспасии, что иначе мне не заручиться поддержкой жителей. Мне убить солдат культа? Этого мало. Без доказательств никто не поверит в вину Параса. Найди их. Конечно. Спасибо. А я буду здесь. Заручусь поддержкой. Осторожней. Они опасны. Знаю. Я уведу её отсюда. Конечно. С радостью вам помогу. Увидимся позже. Убийцам заплатили деньгами Параса. Что ж, лучше доказательств не придумать. Это мне поможет. Отнеси в гильдию торговцев. Это мои доказательства. А деньги пусть оставят себе. Конечно. Ещё там было это. Полагаю, приказы. Выглядит знакомо. Это древний диалект. Полагаю, культ использует его для общения. Можешь прочесть? Эти деньги не от Силаноса. Их дал кто-то из Спарты. Это невозможно. Я могу перевести. Но поверь, это приказы спартанского царя. Знать в Спарте всегда отвергало культ. Культ как вода. Просочится в любую трещину. Но только не в Спарте. Спарта давным-давно изменилась. Порог проник повсюду. И Спарта не исключение. Они хотят насадить дисциплину в Греции. А сами гниют изнутри. Они выбрали не того врага. Мы спартанцы. Не забывай. Неужели? Здесь меня держат дела. Парос нужно остановить. А потом... Потом я вернусь. Еще кто-нибудь выжил? Их взяли в плен. Меня решили не тащить на Парос. Что случилось? Мы прибыли с миром. А они напали на нас. А что с вашим капитаном? В плену. Я найду его. Отомстим. Спасибо. Надеюсь, Феникс тебе щедро заплатит. Скажи ей об этом. На Паросе творятся странные вещи. Что-то здесь неладно. Что ты видел? Там были чужаки. Не с Пароса. Один из них в очень странной маске. В маске? Не знаю, кто это был. Пора уплыть с проклятого острова. Я знаю дорогу. Скажи, Феникс, что ты видел. Конечно, сразу же. Говори. Корабли с Пароса установили блокаду. Будь проклят, Силанос и его культ. Всюду они суют свой нос. Скажи, я скоро буду. Блокаду? Я отказалась платить дань Афинам, а Парос решил этим воспользоваться. Они опередили нас. Я могу помочь отбить гавань. Ты один против целой блокады? Ты права. Немного жаль, Парос. Береги себя и возвращайся. Гавань свободна. Надо уходить, пока не прислали подмогу. Мы почти готовы. Тимо? Сейчас идет погрузка. Капитаны ждут команды. Алексиос, идем. Разумеется. Культ нужно остановить. Когда вернемся в Лаконии, будет опасно. Я привык. Да и ты. Здесь я знаю, кому можно доверять. Я бы сказала тоже и про Спарту, но... Новости про царя. А Спасия узнала, кто из царей помогает культу? Может быть и оба. Нужно освободить Спарту от порока любой ценой. И мы сделаем это вместе. Да, эти негодяи пытались отнять у нас столько всего. И твоя сестра. Мы найдем ее. Как будешь готов, жду. Можем отплывать? Я готов. Я буду ждать тебя. Со щитом. Или на щите. Пора нанести удар культу. Наксос безопасен. Вместе мы помогли здешним жителям. Но пришла пора покинуть остров и уничтожить культ. Они повсюду и нигде. Их последователям нет числа. С чего начать? Будем отрезать чудищу головы. Тогда оно станет слепо и беззащитно. Спарта. Спарта? Там у меня остались союзники. Мы избавим Спарту от влияния культа, тем самым подав всем пример. Это будет опасно. В Спарте они сильны. Значит, нам пора вернуться. Вместе. У меня здесь осталась пара дел. Как будешь готова, нас ждет лакония. Но и тебе нужно кое-что сделать. Что? Найти своего отца. Кто он? Его сложно описать. Он разный, но узнать его можно, лишь встретившись с ним лицом к лицу. Значит, ты не скажешь. Кое-что может рассказать лишь он сам. Ты поймешь, когда вы встретитесь. Ты найдешь то, что ищешь на острове Тира. Штурман уже знает курс. Увидимся в лаконии. Хорошо. Да хранит тебя, Посейдон. Удачи. Тира. Наконец-то. Так, посмотрим, что за ним. Корректор Анатолийского стежков. М억-порцовского стежков. Д 어머ни, я не знаю, как раз. Анатолийского стежков. Истойki отца. Ты меня не понял, что там, που не может быть. Я не знаю, что там, когда яiterы. Убедимся на острове Тира. Продолжение следует... Многие тайны мира скрываются за мифами и легендами. Но кто ты? Меня зовут Пифагор. Я твой отец. Пифагор? Не может быть. Он умер много лет назад. Да, почти век назад, если ничего не путаю. И все же, вот я здесь, перед тобой. А Икар тогда? Мой старый добрый друг. Он присматривал за тобой. И вот, ты здесь. Мирин, моя мать. Она прислала меня. Мирин. Она знает, что это твоя судьба. Потому и прислала тебя. Моя судьба? Да. И в твоих руках будущее нашего мира. Так зачем я здесь? И что я должен сделать? Расскажи мне! Здесь хранятся знания. Могущественные знания. Если они попадут не в те руки, человечество ждет гибель. Нельзя, чтобы это место нашли. Нужно навечно отрезать Атлантиду от остального мира. Я ничего не понимаю. Я воин, а не ученый. У всех есть предназначение, Алексиос. Твое — помочь защитить тайны Атлантиды. Помогать тебе? А ты мне хоть как-то помог? Все, что произошло с тобой, было подготовкой к этому моменту. Я ни о чем таком не просил. Судьба — это бремя. Никто его не выбирает, но все несут. Так чего ты хочешь? Все нужные мне ответы здесь. Чтобы добраться до них, нужны особые артефакты. Я должен найти артефакты и вернуть их в Атлантиду? У меня есть сведения, которые облегчат тебе поиски. Это могущественные предметы. Они порабощают умы слабых и обладают собственной волей. Я верну их. Но у меня еще есть вопросы. И я отвечу. А пока возьми. Это фрагмент ключа, что поможет тебе найти артефакт в Биоте. Мой союзник сейчас как раз ищет второй фрагмент. Вики, здесь Атлантида! Атлантида? Проверю показатели. Ты бредишь. Мы ищем артефакт Ису, обладающий сверхсилой, а тебя волнует это? Пифагор родился в 570 году до нашей эры. Значит, мужчине в пещере почти 150 лет? Что поддерживало его жизнь так долго? Жезл Гермеса Трисмегиста! Мисс Хасан, вы правы. Я помогу все собрать. Да, поспешим. Для начала неплохо бы снять гидрокостюм. Да. Получилось. Лейла Альтаиру 2. Я внутри. Камера работает? Да. О боги, Лейла. Атлантида. Как самочувствие? Не тошнит от смены давления? Я в норме. Здесь просто... потрясно. Думай, думай. Как-то же они открываются. Я возвращаюсь в анимус. Алексиос покажет мне, как ему удалось попасть внутрь. Что мне делать с артефактами? Помести их в соответствующие стелы. Это озарит путь к ответам. Мне пора. Да, времени мало. Нужно вернуть артефакты. Чем дольше мы ждем, тем больше вероятность, что Атлантиду найдут. Что ж, ты молодец. Полагаю, ветер был попутный? Посейдон единственный, кто не желал моей смерти. Ну, ты был на тире? Ты нашел его? Нашел. И что он сказал? Он рассказал, кто я. И что должен сделать. Теперь ты знаешь правду. Я не его сын, я просто орудие. Ты очень далек от истины. Любовь привела тебя в этот мир. Не думала, что мы когда-нибудь вместе вернемся в Спарту. Я много проклинал это место. Но здесь ощущаешь себя дома больше, чем на Кефалинии. Спарта наш дом. Нужно избавиться от царя-культиста, если мы хотим обрести мир. Что случилось с нашим домом? Николаус там остался. Но его уже нет, и я не знаю. Тогда пойдем узнаем. Конечно. Но я хочу кое-что тебе показать. Здесь я научила тебя владеть копьем. Промедление лишь ускоряет смерть. Ты запомнил. Как бы я справился без этого? Ты даже спать ложился с копьем в руке. Оно помогало тебе против чудищ во сне. Нельзя встречать Цербера без оружия. Бедных детей растерзают. Нужно им помочь. Алексиус, стой. Не вмешивайся. Так спартанцы учатся быть сильней. Ты права. Им это нужно. Агоге делает из мальчиков мужей. Вмешавшись, ты лишь ослабишь их и Спарту. Они не помогут Спарте, если умрут. Они ничто для Спарты, если не могут убить волка. Идем. Пора домой. Нигде мне не было так спокойно, как здесь. Дни напролет ты тренировался в этом дворе. С тех самых пор, как смог держать копье. Николаусу было трудно угодить. Он скрывал свою гордость. Но каждую ночь говорил мне. Он принесет Спарте славу. Ах, хоть я и ненавижу его. Без него я не был бы таким, какой я есть. Он разбил мне сердце. Но сейчас, стоя здесь рядом с тобой, я чувствую, что все можно вернуть. И я. Ты помнишь, как впервые держал сестру? Я боялся навредить ей. И разложил вокруг гору одеял и подушек. Я боялась, что она задохнется. Так крепко ты ее держал. Она сильнее, чем мы думали. Неужто глаза обманывают меня? Рад тебя видеть, Брасит. Много воды утекло с тех пор, как я спас тебя в Каринфе. Ха-ха-ха, я помню другое. Хорошо выглядишь, Брасит. Значит, слухи не врут. Ты жива! Многие мертвецы на самом деле живы. Когда я узнал, что вы вернулись? Вернулись в Спарту, но не домой. Мы хотим вернуть свой дом, Брасит. Власти забрали его после того, как исчез Николаос. Дом передадут его приемному сыну, когда он вернется с войны. Стентеру? Зря я не убил его на берегу. Как нам вернуть дом? Вы должны убедить царей сделать вас гражданами Спарты. Это будет непросто. Почему? В отличие от меня, цари не будут вам рады. Особенно Орхидам. Вы покинули Спарту не очень изящно. Не может забыть сломанный нос? Чего? Судя по всему, нет. Но я придумал, как помочь ему простить тебя. Ну же. Спартанские солдаты отдают оружие и лотам. Тот, кто расправится с этими предателями, поможет царю. Итак, чтобы вернуть дом, нужно убить спартанского командира, который пытается разжечь восстание. Вроде не сложно. Буду ждать тебя в тронном зале. А ты куда? Здесь я вырастила тебя. Здесь же меня растил Леонид. Пойду в его гробницу, она прямо за домом. И ты первым делом должен почтить его память. Ладно. Леонид, настоящий герой Спарты. Мы бы оказались в рабстве у персов, если бы не его мужество. Его кровь течет в твоих венах. Так мы с тобой родня царям. Ты не какой-то там наемник. В тебе течет кровь героев, кровь сильных. Помнишь, что я говорила? Люди могут попытаться забрать нашу силу. И ты обещал... Защищаться. Твоё копьё. Это лишь слова Пифии. Пифии! Она мне не указ. Довольно! Мы устали от твоих надменных речей. Спарта не будет воевать. Так сказала Пифия. Пифия лишь повторяет ваши слова. Она слишком долго слушалась вас. Пришла пора покончить с этим. О, царь Леонид. Время героев прошло. Думаешь, кровь что-то решает. Если разрезать тебе вены, она впитается в землю и не останется ничего. Ты никто. Что же, тогда подходи. Твоя судьба известна. Сын Льва. Ксеркс объединит нас. Он привнесёт порядок в хаос. Послушайся, Пифию. И все, кого ты любишь. Всё, ради чего ты жил, исчезнет. Собирай всех. Мой царь. Ксерксу нужна Спарта. Пусть победит меня. Невероятно. Ты понимаешь? Что мне делать? Пора принять свою судьбу. Нам обоим. Если не поспешим остановить культ, подвиг и гибель Леонида будут напрасны. Наш род восстал против поработителей. Пришло наше время. Так, так, так. Мать и сын, наконец, вы соединились в Спарте. Полюбуйтесь, боги среди смертных. Царь Павсаний, это честь для нас. Очень сожалею о твоём отце. Да. Наши отцы гордились бы, увидев нас. Ты помнишь Алексиуса, мой царь? Как его можно забыть? Готов был умереть ради сестры. Трагедия. Невинное дитя, обречённое безжалостным законом. В тот день на смерть обрекли двух невинных детей. Алексиус, хватит. Прости, мой царь. Он много времени провёл вдали от Спарты. Ты тоже. У него пылкий нрав матери. Так или иначе, ты нужен своей стране. Вы оба нужны. Законы нужно изменить. Взгляни на нас. Я согласен. А царь Архидам? Он бы нанёс букву закона на грудь каждому спартанцу. Если бы мог. Всю жизнь меня окружают опасности. Если я вернусь в Спарту, я бы хотел видеть её мирным государством. Мир? Какой ценой? Спартанцы не могут не убивать. А если не воевать с афинами, начнутся междоусобные склоки. Но хватит о мёртвых. Сменим тему. Да? После того, что случилось с моим отцом в Мегариде, Спарта забрала наш дом. Верни его. Не дерзи, дитя. Может, Спарта больше не твой дом, но я всё равно твой царь. Мы смиренно просим тебя и царя Архидама выслушать нас, принять под свою защиту и вернуть наш дом. Конечно. Я желаю того же. Но Архидам, похоже, всё ещё не простил тебе тот случай с носом. Как нам его убедить? Множится слухи о мятеже и лотов. А криптии подливают масло в огонь. Жестокие казни, истребление скота, гниющие на улицах трупы. Криптии – пример великолепной военной подготовки спартанских солдат. Их дисциплина и бесстрашие заставляют наших врагов трепетать. Так и было. Но сейчас они жадны до крови и денег. Они учат мальчиков убивать безоружных крестьян. Ты хочешь вернуть свой дом? Что ж, покажи лотам, что мы больше не поддерживаем криптиев и их методы. Если взамен нам вернут дом, я убью криптиев. Вот и ты. Как будешь готов, я провожу тебя к царям. Не стоит затягивать. Что ж, идём. Твоя мать уже там. Где же цари? Там. Что скажешь теперь? Ты меня убедил, Архидам. Сдаюсь. Отправьте ещё два отряда в Беотию, как я и сказал. Так они разрешают споры. Иногда. Архидам улучшил защиту. Моя заслуга. Брасит, ты с новостями? Говори же. Мои цари, позвольте представить вам Мерин и её сына Алексиуса, потомков царя Леонида. Как ты смеешь появляться в Спарте? Мой царь, Алексиус помог нам защитить Каринфию. Помог избежать бунта и лотов. Эти двое желают Спарте блага. Прошу, выслушай их. Послушаем, что они скажут. Повременим с наказанием. Говори, Мерин. Я слушаю. Я вернулась, чтобы вновь стать гражданкой Спарты. Здесь моя родина. Ты предала Спарту. Твой сын убил жреца и сбежал. К тому же она сломала тебе нос. Нашу семью предали, мой царь. Спарту предали. Мы хотим изобличить предателей. Ты не вспоминала о Спарте много лет. Это моя вина. Я убил жреца. Начал все это. Если кто и должен доказывать свою верность, так это я. Не знаю, наградить ли тебя за честность или наказать за преступление, в котором ты признался. Понятно, чего хочет Мерин. А что насчет тебя? Я хочу вернуться домой. Сюда, на родину. То, что случилось на Тайгете, навлекло позор на Спарту. Это больше не ваш дом. Докажи свою верность. Служи Спарте. Оправдай себя перед лицом богов. А пока ни у тебя, ни у Мерин нет права жить здесь. Приказывай, и я все сделаю. Афиняне вот-вот одолеют нас в Беотии. Отправляйся туда. Одержи победу или не возвращайся. Считай, ты победил. Самоуверенное дитя, не видавшее войны. Найди лагерь на горе Геликон. Отдай это моему полководцу. Не спеши. Два царя, два приказа. Я не Геракл, но два подвига совершу. Ха-ха, вот это речь истинного спартанца. Ты будешь сопровождать нашего чемпиона в Элиду на Олимпийские игры. Мне охранять чемпиона? Я хочу, чтобы лавровый венок достался Спарте. Ха-ха. И как ему добиться победы? Самому участвовать в забеге и выиграть? Не в забеге, мой царь. Пусть Спарта победит в Олимпийских играх. Ах, славно. Мы отдали приказы. Возвращайся, когда все выполнишь. Если выполнишь. Я все сделаю, и вы вернете наш дом. Что-то спартанское в тебе еще есть. Брасит, проводи их. Ну? Все хорошо. Учитывая, что голова все еще у тебя на плечах. Да, очень хорошо. Цари щедры, они дали нам второй шанс. Нужно выиграть Олимпийские игры. И войну. Хочешь узнать у меня еще что-нибудь? Что ж, я готов. А ты? Что ты будешь делать без меня? Перед визитом к царям я получила весть. Что ты узнала? Сведения о другом члене культа. Я еду в Аркадию. Одна? Нам улыбнулась удача. Мне тоже нужно туда. Поедем вместе. Очень вовремя. Спасибо. Что ж, увидимся в Аркадии. В добрый путь. Кто ты? Я? Да так никто. Но ты? Ты величественнее, чем говорил Брасит. Может, вон та статуя в твою честь? Брасит? А он как тут замешан? Так он говорил. Придет могучий воин со сломанным копьем. Про величие не сказал. Брасит умеет распознать воина. Моя слава переживет любые статуи. О, да. Люди должны слагать о тебе песни. Аркадий, ты настоящая легенда. Где Брасит? Я хочу с ним поговорить. Ну, конечно. И с той женщиной тоже хочешь поговорить? Стой. Вы похожи. Скажи, где они? Мог бы. За это Брасит мне и заплатил. Так почему нет? Он пожадничал. Моя слава переживет статуи. Серьезно? Скажи мне, где они. Или срежу эту ухмылку с твоего лица. Он сказал, у тебя скверный нрав. И правда. Скажи мне, где моя мать, и сможешь уйти отсюда живым. Ты добр. Но от Аркадии не жди ничего взамен. Говори! Найдешь их на утесе. Около Тегеи. Ты сказал, Брасит не заплатил. А кто тогда? Архонт. Он дает за твою голову вдвое больше, чем Брасит накопит за всю жизнь. Кто такой этот Архонт? Назови имя. Лагос. Его зовут Лагос. Самый влиятельный человек в Аркадии. Кто владеет зерном, тот правит миром. Считай, тебе повезло. Хватит с меня крови. О! Крови будет еще много. Ты же в Аркадии, Алексиус? Хвала, Баган, ты здесь. Я получил весть. Я пощадил твоего посланника. Он тебя предал, Брасит. Культисты, о которых говорила Мирин, заставили Лагоса объявить награду за твою голову. Теперь мало кому в Аркадии можно будет доверять. Мы насадим голову Архонта на пику. Это будет послание царю-культисту. Мы должны выяснить, что творится в Аркадии. Попробуем решить проблему с Лагосом, не обнажая меча. После того, что произошло с Дельцом, толпа жаждала крови. Насилие не единственный способ. В любом случае, Лагос нужен нам живым. Аркадия кормит Спарту, и это обязанность Лагоса. Он работает не на Спарту, а на культ космоса. Значит, нужно спасти его от них. Думаешь, он захочет оставить культ? Угрозы и подкуп не его методы. Он крестьянин, не убийца. Вовремя я появился. Это точно. Но пора принять решение. Мамин план лучше. Ах, дитя. Вижу родственную душу. Душевные порывы помеха для разума. Лагос кормит и защищает тысячи спартанцев. Если он погибнет, может начаться хаос. Убежище. Дом к северо-востоку от Тегеи. Встретимся там, а пока не натвори глупостей. А вдруг его план не сработает? Трусливый Архонт прячется в крепости Самикон. Безобразная громадина. Можно достать его там, правда, он под надежной защитой. Так ослабим эту защиту. У него много солдат и полные амбары зерна. Он так расстроится, когда их лишится. Я проверю, чем занят Лагос. Удачи, дитя. Он мертв. Это все усложняет. Культистам меньше. Все просто. Лагос был мне другом. Я должен был помочь. Должен был помочь? Бросит, ты ничего ему не должен с того момента, как он стал частью культа. Ты меня не слушаешь. Прилюдно казнил дельца, теперь убил Лагоса. Будь ты под моим началом, я бы давно выгнал тебя. Мне не нужен, командир. Я делаю, что должно. Ну что же. Полагаю, пришло время сообщить обо всем в Спарту. Нет. Цари высказались ясно. Биотию нужно покорить, а Спарта должна завоевать венок в Олимпийских играх. У тебя много дел, дитя. Мирин, ты настроена решительно. Уверен, ты скоро вернешь свой дом. Раз Лагос мертв, Спарте понадобится новый поставщик припасов. Аркадия в безопасности. И награда отозвана. Можем путешествовать без страха. Тогда пора продолжить путь. Здравствуй. Мы не берем на обучение всех подряд. Я похож на ученика? Царь Повса не велел мне отвезти борца на Панкратион. Прошу прощения. Я не понял, что ты ищешь тестикла. Не думай об этом. По мне трудно догадаться. Позволь дать совет, пока вы не встретились. Тестикл бывает невносим. Преподнеси ему в дар масло, и вы поладите. Масло? Растирание. Он верит, что оно дарует ему силу Геракла. Загляни в деревню Гефион. Там его любимая лавка. Я отвезу вашего атлета в Элиду. Надеюсь, он оправдает надежды. Еще как. Ищи его лагерь на южном острове Мессини. Удачи! Прости, закрыто. Продай мне масло, и я уйду. У тебя есть особое масло для тестикла? А, для панкратиастов. Хозяина сейчас нет, только он делает масло. Я не уйду без него. Послушай меня, я почти свободна. Ты рабыня? Да, и мой хозяин неплох. Я не собираюсь у него красть. Если дело в деньгах, я могу заплатить тебе. Дело в доверии. Я знаю хозяина. Он добр, но строг. Моя судьба в его руках. Я многого прошу, но мне очень нужно это масло. Хочешь, я поговорю с твоим хозяином и все ему объясню? Что мне остается? Впрочем, жизнь рабыни не так уж плоха. Я дам тебе рецепт, но не более того. Готовь масло сам. Я согласен. Зажги огонь и начни осторожно нагревать масло Афины. Подогрев его, добавь корицу. Спасибо. Надеюсь, риск оправдан. Посмотрим, получится ли. Масло нужно нагреть. Пора выбрать масло. Вот это масло Афины. Выберу его. Последний штрих. Добавлю. Дивный запах. Корица нравится всем. Надеюсь, ему понравится. Пахнет так приятно, что я не прочь забрать масло себе. Что тебе нужно от великого тестикла? Не видишь, что я занят? Я отвезу тебя в Олимпию. Олимпия? О, да! Я стану победителем! Победителем! Мы боятый стекл! Да, пора в путь. О, нет, сейчас я не могу. Занят, ясно? И я не знаю, хочу ли я плыть на твоем корабле. Тебе не о чем беспокоиться. Мы поддержим тебя. Но... Вдруг я проиграю. В честь тебя напишут стихи и поставят статуи. Но сперва нужно доплыть. Вперед в Олимпию! Я нужен людям! Ну, плывем! Лучше ему выиграть. Добро пожаловать на Олимпийские игры! Веселье уже началось! Алкивиад? Но обычно ты... без одежды. Ещё не вечер, козлёночек. Мы прибыли сюда, чтобы стоять в порту? Ах, да! Если тебе понадобится партнёр для борьбы... Ты куда сочная, Фининин? Я победитель или буду им? Спорта! Жаль, что мускулов у тебя больше, чем мозгов. Пора в путь. Перед борьбой я натрусь маслом. Ну, я бы с радостью помог, если бы ты был в состоянии бороться. Люблю мазаться маслом. Да, заметно. Да. Знаешь ли. Подойди. Обнимемся. Он умеет плавать? Что ж, похоже, теперь ты за него, а? Не могу поверить. Неслыханно. И ты хочешь, чтобы выступал я? Занять место покойника. А ты, стикл, ещё даже не переварился. Мужа, дорогой, покажи им свою мощь. И мне, кстати, тоже. Я добуду с партии венок. Придётся побороться. Ну и пусть. У нас ещё есть время. Можно осмотреться. Олимпия прекрасна во время перемирия. Я состязаюсь в борьбе. Ты шутишь, похоже. Мы ждём лишь одного бойца, тестикла. Он захлебнулся, то есть лишнего хлебнул. Я заменяю его. Ладно, ладно. Не горячись. Не бывал и случай. Но если мы отменим бои, волнений не избежать. Что ж, ладно. Состязание скоро начнётся. Что ж, идём. Добро пожаловать! С радостью представляю вам Каллия! Почтенного Судью Олимпии! Снискавшего звание чемпиона на этом ресталище! Друзья, для меня честь объявить о начале столь близких моему сердцу состязаний. Панкратион! Но оставим пустые слова и приступим к делу! Именем Зевса начнём соревнования! Я раздавлю тебя, как муху! И это всё? Это только начало! Что? Наш участник готов к поединку! Посмотрим, справится ли он... Сэр Растов! Сэр Растов! Удачи! Толпа ликует! Но это не всё! То есть... Боги будут довольны! Не так ли? Скоро начнётся последний бой! Могучий Алексиос против нашего чемпиона Дориэя! Ну дела! Подумать только! Я стану другом олимпийского чемпиона! Ох, ты дерёшься даже лучше меня! Хотя, если бы Сократ согласился на это... Алкириат, ты в порядке? Я был с Димофаном и Калием, они уважаемые олимпийские судьи. Перепил, что ли? Ты как из чаши Мидеи испил! Мидеи? Думаешь, отравили? Если тебя отравили, нужно найти судей! Отравили? Думаешь, их тоже? Или... Нет, что ты... Трудно представить, что кто-то из них... Они всегда устраивают пироги в честь священного перемирия. Побудь с ним, я выясню, что случилось. А теперь нам нужно поговорить. Нет, прошу, я просто выполнял приказ. Теперь приказываю я. Прошу, я думал, что мы просто замедлим их. Ради победы. Ради денег. Мой друг Алкириат, возможно, уже мёртв. А ты говоришь о деньгах? Золотой мальчик? Я был там. Он выживет, если ты достанешь противоядие. Скажи, где оно? Оно должно быть в крепости Корреп. Там, где мне дали задание. Иди туда. Виновный поплатится. Иди, и не попадайся мне больше. Да, спасибо. Вот, противоядие. О, дайте вина, чтобы перебить вкус. Средство, достойное Гиппократа. Я чувствую, как ко мне возвращаются силы. Кажется, тебе осталась одна схватка. Идём. Твой новый соперник Дерей. Он ведёт свой род от самого Геракла. Я готов. Уже бился с олимпийскими чемпионами? Я много с кем сражался. У всех них были не только кулаки. Начинаем. Пришёл поддержать? Конечно. И если победишь, приглашу на обед. Возможно, я убью тебя потом, приняв твоё приглашение. Конечно, но потом. Покончим с этим. Зазявся. Мы знаем, что вновь прибывший показал себя достойным соперником. Но посмотрим, сразит ли он чемпиона Дориэя! Дориэя! Победа! Да! Боги были снисходительны к ним, к нашим атлетам! Но победитель будет лишь один. Спарта! Твоей будет вечная слава! Я ищу... Ты! Стэнтер? Малакас! Я хочу помочь! Болван! После Мегариды и того, что ты сделал... Царь Спарты Архидам прислал меня помочь тебе одержать победу! Не очень-то он в меня верит. Раз посылает в помощь наёмника! Боги прислали тебя мне в наказание? Будь я Божья кара, ты был бы уже мёртв. Тогда зачем ты здесь? Тише, Стэнтер. Я здесь, чтобы помочь Спарте и тебе. Когда-то мы с тобой уже действовали сообща. Может, ты и помог Спарте сохранить Мегариду, но я потерял больше, чем получил. Как я могу тебе доверять? Благодари богов, что я пришёл на помощь. Ты ещё жив только потому, что того хочет Царь. Ты не союзник, ты инструмент. Так приказывай. Ты всё равно не справишься. Рискни. На стороне Афинян сражаются четыре великих бойца. Аристей, Дионира, Нисея и Дракон. Попробуй их убить, а я посмотрю. Будь уверен, я справлюсь. Ладно, я разыщу этих людей и убью. Сомневаюсь, что всё будет так просто, но приятно видеть, что ты следуешь приказам. Чем быстрее я всё сделаю, тем быстрее захватим Биотию. Отец! Алексиос! Зачем ты здесь? Чтобы убить его? Ты бы легко его победил. Но я рад, что мы снова встретились. Меньше всего ожидал встретить тебя здесь. Груз ответственности, что я взвалил на Стэнтера, слишком велик. Я не могу его покинуть. Как мило. Убив этих воинов, мы ослабим Афинин и пошатнём боевой дух восставших. И ты решил помочь Стэнтеру. Что ж, хорошо. Пришло время позаботиться о тех, кто мне дорог. Верно. Как ты изменился. Я всегда был таким. Просто тебя не было рядом. Изменить прошлое я не в силах, но могу помочь тому, кто во мне нуждается. Стэнтеру нужно многое узнать. Жаль, что ты не помог мне в спарте. Но сейчас ты нужен Стэнтеру, хоть он и не хочет этого признавать. Стэнтер твой ребёнок так же, как и я. Ты можешь помочь ему. Помогу. Всё-таки я рад, что встретил его. Серьёзно. Прощай, Алексиос и Спарты. Снова ты? С воинами покончено. Значит, выжил. Разочарован? Боги меня ненавидят. Напротив, они тебе помогают. Иначе зачем я здесь? Но почему боги снова свели нас? Мне кажется, их милость тебе не помешает. Довольно болтовни. Спарте нужны эти земли. Надо действовать быстро. Займёмся делом. Отличная мысль. Тем быстрее я от тебя избавлюсь. Отправим Боффинин прибегла в бои. Сегодня ты увидишь подземный мир. Победа за нами! Без моей помощи ты бы не выжил. Мой отец справился бы намного лучше. Но, увы, его нет с нами. И за это нужно благодарить тебя. Оставь. Не смей говорить мне, что делать. Здесь командир я. Я тебе нужен. Боги, сколько же в тебе спеси! Вижу, почему отец отверг тебя. Ты ничего не знаешь о моей семье. Знаю, что он сбросил тебя со скалы и выбрал меня. Ну, и в ком из нас больше спеси? Ты был вторым. Лишь заменой для меня. Это мы посмотрим. О чем ты? Мы разгромили Афинин. И теперь я примусь за своего главного врага. Стэнтер, ты... Ты сделал свое дело. Теперь ты заплатишь за то, что совершил в Мегариде. Тебе это не нужно, Стэнтер. Еще как нужно. И ты не сможешь меня переубедить. Николаус это не одобрил бы. Почем тебе знать, изменник? Я не изменник. Ты предал Спарту. Ты предал свою семью. Ты лишил меня отца. Лишил будущего. И заслуживаешь лишь клинка, что пронзит твое сердце. кровопролитие не залечит раны прошлого. Отец! Здравствуй. я думал ты погиб. Еще нет. Он познает боль. Сколько раз можно говорить? Стэнтер, мы уже квиты. Не понимаю. У каждого из вас своя роль. Я учил тебя вести людей в бой. Ты приведешь армию Спартой к победе. Как? Ты достойный человек, хороший сын и великий воин. Тебе предначертано превзойти меня. Ты справишься. Да, отец. Ты будешь мной гордиться? Я уже горжусь. едва не дошло до беды. Алексиос, тени сгущаются над Спартой. Вернешься, будь начеку. Мы с матерью справимся. Нашел ее? Она оправит Наксосом. Не удивлен. Пусть боги хранят вас от бед. Я хочу увидеть царей. Ты готов вернуть землю нашей семьи? Ну да, но сначала нужно свергнуть царя культиста. Твоя мать гордится тобой, Алексиос. Ты точно уверен, что доказательств хватит? Точно. Соберу Эфоров и буду ждать в тронном зале. Увидимся. Чего же мы ждем? Простите за задержку. Ты созвала Эфоров? Судя по толпе обожателей, ты достиг успеха. Мы очистили биотию от афинских солдат. Земля ваша. Это замечательно! Полагаю, ты был слишком занят войной, чтобы доставить нашего атлета на игры. Мы прибыли в Элиду, но там случилось несчастье. Поэтому я выиграл венок для Спарты вместо него. Клянусь Никой, отлично, боец! Что с волком Ликаоном? Мертв. Хотите увидеть его голову? Зачем ты созвал Эфоров, если принес лишь добрые вести? Чтобы выдвинуть обвинения. Серьезно? Против кого? Архидам, Спарту нужно избавить от тебя, пока не поздно. О чем ты говоришь? Как ты посмел заявить такое в присутствии царей? Подожди, Архидам, доказательства. А, Архидам член культа космоса, и он предал свое государство. Культ чего? Не лепится! О каких доказательствах идет речь? Вот доказательства. Он виновен. Это не доказательства. Эфоры разбирают только серьезные дела. Отсутствие доказательств это неуважение к царям и к нашему времени. Этот обвинитель послужит примером всем безрассудным глупцам. Я виновата! Накажите меня, его мать! Мы дали тебе возможность доказать свою верность. Пригласили сюда, и вот как ты нам отплатил? Что скажешь, орхидам? Алексеус и Мерин, я проклинаю ваши имена! Вас настигнут криптии, а элоты соскребут мясо с ваших костей! Согласен весьма мудро. Жаль, что в этот раз маска и плащ не спасут тебя. Ты был там, в Дельфах! Мама, Павсанни раскрыл себя прежде, чем меня выволокли оттуда. Значит, он царь-культист. Нужно разделаться с ним как можно скорее. Верно. Как закончишь, встретимся у гробницы Леонида. Я покажу тебе кое-что. До встречи, мама. Алексеус, я же вынес тебе приговор. Я зря обвинил тебя. Это Павсанни несет беды с партией и ее землям. Безобразие. Сначала виноват я, теперь Павсанни. Где он? Я видел его смерть. Ты убил его? Да. У меня есть доказательства его связи с культом. Неоспоримые доказательства. В этом письме планы культа космоса в отношении Спарты. Написаны рукой Павсания. Какой еще культ космоса? Ты говоришь так, словно я понимаю, о чем речь. Тайное общество алчущей власти. Война нужна им, чтобы стать еще могущественнее. Трудно поверить, что все это время Павсанни использовал Спарту. Мы давно правили вместе. Мы обсудим все с эфорами. Если ты сказал правду, то заслужил гражданство Спарты. Дом твоей семьи снова принадлежит тебе. Спасибо. Послушай. Да? Если решишь править Спартой, я бы хотел сразиться с тобой. Ха! Я не правитель, мой царь. пропал. Пропал? Здесь был маленький череп кролика. Твой первый трофей. И кому он нужен? Только один человек мог забрать его. Николаус. Дом долгое время пустовал. Сюда могли пробраться воры. Вряд ли им бы понадобился кроличий череп. Может решили, что он ценный. Все же он лежал на виду. Ну да. Надеюсь не помешаю. Брасит, входи. Я рад, что вы вернулись домой. Мы тоже этому рады. Ты пришел сюда не просто так, верно? Я отправлюсь в Пилос, как только смогу. Не хочешь присоединиться? Я с удовольствием помогу. Что ожидает нас в Пилосе? Слава! Афиняне постоянно теснят спартанцев. Я не могу допустить, чтобы Спарта понесла такие потери. Неужели ты больше не веришь в наших воинов? Они сильны, как и всегда, но они не представляют, насколько страшен их враг. Ты о Деймос? Да, до меня дошли слухи. Сила природы в теле смертной. Она убьет любого на своем пути. Если Деймос в Пилосе, мы остановим ее. Буду ждать на корабле, поспеши. Чем дольше мы медлим, тем больше погибших. Кассандра в Пилосе. Верни ее домой, Алексеус. Вернуть домой? У нас снова есть дом. Мы можем стать семьей, еще не поздно. Я верну ее, любой ценой. Запомни, Алексеус, другого шанса не будет. Понимаю. Она должно быть уже увидела культ в истинном свете. Не важно, что ты должен делать. Верни сестру домой. Прошу. Я не отступлю. Бросид ждет меня. Удачи, Алексеус. Где найти Бросида? Зачем он тебе? Мы бились вместе. Ты друг? Да, и друг Спарты тоже. Проводи меня. Нет, у меня приказ стоять и ждать подкрепления. Мы ждем уже две ночи. Боюсь, ваши корабли затонули, но я могу помочь. Это так? Мой отец был капитаном одного из них. Идем, обсудишь все с Бросидом. отец. Броси. Деймос! Этот бой между тобой и мной! И тебе его не выиграть. Хватит, или один из нас умрет. И что не так? Я нашел мать! Нашлись лишь для того, чтобы вновь потерять друг друга! Я нашел мать! Я нашел мать! Я нашел мать! Я нашел мать! Что? Раз я не на той стороне, убеди меня! Что ты хочешь узнать? Правду, какой ты ее видишь. Но потом я тебя убью. Почему меня бросили той ночью на горе? Из-за пророчества Пифии. Эфоры Спарты сказали, что выбора нет. Пророчества? Ты ведь знаешь, чьи слова звучат из уст Пифии. Знаю. Дитя, чья будущая жизнь оправдывает убийство. Что же это за пророчество? По словам Пифии, ты принесешь Спарте славу или погибель. Ждать исхода было слишком опасно. Опасно. Слышал, ты непредсказуемо. Скорее решительно. Чего не скажешь о тебе. Вы, моя семья, меня бросили. Бросили? Ты не знаешь, что случилось в тот день на горе. Так расскажи! Но ведь я пытался тебя спасти. Пытался поймать. Убил жреца. Сломал себе жизнь. Ты вечно играешь в героя. Только этого всегда было мало. Тогда я делал, что мог. Я и сейчас стараюсь. Слишком поздно. Что бы ты ни говорил, мы уже не станем семьей. Слушай, меня тоже сбросили с Тайгета вслед за тобой и жрецом. Отец сделал это. Это был его долг. И от тебя отказались? Да. Но мы выжили. Против их воли. Верно. Мы живы. Будет им уроком. Деймос. Мы тебя искали. А ты здесь. В этой яме. Я слышал крики. Пустое. Прочь! Живо! Тебе здесь не место от девчонка. Я тебе не кукла. И ты мне не хозяин. Конечно, защитница. Это больше не повторится. Ты в темнице по своей вине. Не припомню такого. Ты должен понять. Это все радиофин, Алексеус. Перикол едва не разорил весь город. Люди жили в нищете. И вы его убили. Не разбив яйца, не найдешь идеальный желток. Он нас не устраивал. Убив соперника, ты показал, какой из тебя лидер. О, это лишь начало. Жаль, что ты не увидишь итог. Заходи внутрь. Ты ведь пришел убить меня. Ну так попробуй. На мое счастье, есть и другие пожары, что надо тушить. Говорят, назревает мятеж. Так скоро? Надо же. Я знаю, что делать. Мертвые не бунтуют. Как же ты справишься с ними, если боишься биться со мной один на один? Мне ни к чему марать руки. Народ сделал выбор. Я ведь говорил, люди наделили меня властью. Позволили решать. Но не за весь народ. Не ты ли называл политику игрой? Так вот, я не люблю проигрывать. Будь ты проклят. Это не мой выбор. Народ Афин все решил сам. Я и пальцем не пошевелил. Так поступают с мятежниками. Люди выбрали вслепую. Ты помог мне в Афинах по своей воле. Жаль, что вы с сестрой такие разные. Прости. Культ победил, Алексиус. Что ж, мне нужно успеть на корабль, идущий в Метилену. Нанесу ее жителям неожиданный визит. Да! Бой! Своимя богов! Стоять! Вовремя! Любопытно. Может, смерть и впрямь величайшее счастье человека? Ах, почти успели. Участие тоже важно. Хвала богам, ты жив, Алексиус. Думаю, а это не все. Нам нужно уходить и побыстрее. Стой. Вы должны знать о Клеоне. Сократ следит за мерзавцем. Мы уже все знаем. Поспешим. Его вещи, Варнава. Идем, Варнава. Алексиус, встретимся в доме Перикла. Там и поговорим обо всем. Ты пришел. Само собой. Варнава уже собирался спасать тебя вновь. Участие тоже важно, да? Очевидно. Идем, нас уже ждут. Мы боялись, ты не придешь. Потому что тебя ищут все афинские стражники. Так просто, Клеону со мной не справиться. Что это? Мы обсуждаем, как лишить Клеона власти. Только ничего не выходит. Много слов, но мало... толку. Вы хотите свергнуть Клеона. Как именно? Будет непросто. Если он умрет, мир в Афинах пошатнется. Верно. Сперва опорочим его. Аристофан написал пьесу, которая якобы поможет нам в этом. Пьесу? Это нечто большее. О, прошу, только не начинай. Почему мы все не можем полюбить друг друга? Ведь так гораздо веселей. Мы должны действовать. Клеон собирается отправить в Метилену убийц. Люди верят Клеону. Они поддерживают его во всем. Это не значит, что мы должны сдаться. Устранить Клеона будет трудно. Но с тобой у нас все получится. Ты не похож на актера. Разве что твоя роль, афинский страж. Я... я... Тихо. Я буду задавать вопросы, а ты отвечать. Но, командир Дексинор... Как тебя звать? Буллис. Что ж, Буллис, тебе решать, выживешь ты или нет. Понял меня? Да. Лучше бы рассказать мне все. Я знаю только, что им надо отвлечь актера. Проверь сам, он в таверне. Это все точно? Я выполняю приказы командира. И помалкиваю. Сделай хоть что-то полезное. Помоги мне. Ты верен и исполнителен. Правда? Что скажешь? Сбежать из Афин? Спасибо. Спасибо! Хм... Не в моем вкусе. Многовато мускулов. Но если есть деньги, сможем договориться. Феспис сказал, что ты тут. Ах... Мой милый Феспис. Такой талант во всем. Но поговорим о нас. Ты же его возлюбленная. Есть любовь, есть деньги. Что ближе тебе? Феспис. Феспис зовет тебя, чтобы ты помогла ему сыграть. Феспис любит играть. Но в этот раз придется обойтись без меня. Но ты его муза. Командир Рексенор дал понять, что я могу лишиться жизни, если стану помогать Феспису. Не волнуйся. Я разберусь с командиром. Ты не понимаешь, с кем имеешь дело. Это необычный афинский солдат. В каком смысле? Тайные встречи. Странные друзья. Я боюсь его. Пусть он умрет. Другого выхода нет. Если умрет, ты пойдешь к Феспису? С удовольствием. Не волнуйся, я убью его. Принеси мне его крохотный меч. Скоро вернусь. Сойдет за доказательства? Это не тот меч. Но сойдет, лишь бы был мертв. Дело сделано. Ступай и проследи, чтобы Феспис не пропустил пьесу. Ты так напряжен. Иди сюда, приляг. Позабавимся немного. Или ты делец до мозга костей. А ты не против? Кровь в твоих венах все же течет. Бурлит. Но как же Феспис? Феспис актер. Многие девушки в свое время были его музами. Теперь мы займемся пьесой Фесписа и Аристофана. Эта пьеса важна для тебя. Она многое изменит. К лучшему. По глазам вижу, что дело не только в этом. Но у нас у всех свои тайны. Просто знай, что я хочу остановить Рексинора, Клеона и им подобных. Солнце ясного луча воссияет для всех в день падения Клеона. Ах, мальчик вовсе и туп, и глуп. Ах, вот как! Все за то, что уж давно я собирался предложить монументам достославным ваше божество почтить. Видишь, что задумал он? Стариками нас считает. Хочет плутней провести. Нет, сюда попробуй сунься. Здесь же будешь ты избит. Убьют меня! Сюда скорей! Ах, 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 ух, и... Надо было остаться. Помешать Клеону. Только глупцы живут прошлым, но ты не из их числа. Мы должны спасти Метилену. Что ты планируешь? В чем замысел? Услышав, как Клеон упомянул Метилену, я понял. Здесь что-то нечисто, и решил во всем разобраться. Это интересно. Мой ученик выдает себя за стражника в Акрополе. Похоже, Клеон прячет там что-то важное и проводит тайные встречи. Смелый ученик. Такое время. Если ты считаешь, что мне следует обыскать Акрополь, только скажи. Где-то там доказательства злодеяний Клеона. Куда мне нужно идти? В западную часть святилища на Акрополе. Я найду то, что Клеон никогда не сможет опровергнуть. Славно. Я собираюсь выступить перед людьми на Пниксе. Если сможешь что-нибудь найти, приходи. Я скоро. А, вот и ты. Люди пришли послушать мою речь. Может быть, это тебе пригодится. Здесь все, что мы знаем о Клеоне. Митилена лишь первый город в длинном списке его целей. Он использует свою власть, чтобы горожане каждый раз голосовали за смерть. Значит, мы должны переубедить людей. Так ты поможешь мне. И чем же я могу помочь? Ты оратор, не я. Как раз поэтому ты мне и поможешь. Веди себя так же, как сторонники Клеона. Будет нелегко, но я постараюсь. Но, Сократ, ведь Клеон человек из народа. Скажи, если ты ранишь кого-то мечом, это твоя ответственность? Моя. А если наймешь для этого кого-нибудь другого, ты все еще в ответе за это? Какая глупость. Не я причиняю вред, а кто-то другой. Но если бы не ты, человек был бы в безопасности? В большей безопасности. Значит, ты согласен, что ты в ответе за нанесенный вред, даже если не делаешь ничего своими руками? Полагаю, да. Значит, мы все ответственны не только за непосредственный ущерб? Ну да. Тогда задам еще один вопрос. Кому верить? Толпе или знающему человеку? Я доверюсь опытному. Такой человек знает больше меня. Так твои суждения основаны лишь на чужих словах. Это все, что у меня есть. А если это ложь? Лжец не заслуживает доверия. Все верно. Если кто-то соврал тебе единожды, позже он может сделать это еще раз. Да, ты прав. Так ты согласен, что тот, кто лжет, не заслуживает власти? Согласен. О, Афиняне, согласны ли вы, что каждый человек ответственен за любой, даже косвенно причиненный им вред? Согласны. А пойдете ли вы за тем, кто солгал вам ради собственных целей? Никогда. И прежде всего, именно поэтому я прошу, я умоляю, выслушайте эти слова. Избранный вами лидер лжет ради личной выгоды. Клеон солгал, чтобы собрать голоса для нападения на Метилену, и он продолжит поступать так же. Если корабль прибудет в Метилену, у жителей не останется ни шанса. Вы знаете правду и можете все изменить. Нужно еще одно голосование. Жизни этих людей в ваших руках. Корабль надо остановить. Это был образчик отличной риторики. Люди не смогут усомниться в услышанном. Это просто речь. Это не просто речь. Это были доказательства и четкие аргументы. И они не только навредили Клеону, но и, надеюсь, спасли множество жизней. Этого хватит? Полагаю, скоро все Афины узнают о злодеяниях Клеона. Граждане любят свой город. У них есть принципы. Никто не желает его падения. Что теперь? Как я и рассчитывал, пьеса имела успех. После нее и твои речи на Пниксе Клеон почти утратил любовь народа. Сейчас он направляется в Амфиполис, чтобы оправдаться. Алексиос, Брасид велел найти тебя. Он жив и здоров. Где он сейчас? В Амфиполисе. Готовятся к битве. Если ты увидишь его, скажи, что я в пути. И что ты предпримешь? Брасиду нужна помощь. Я не могу его бросить. Но если я увижу Клеона, ему конец. Что бы ты ни решил, помни, он лишь человек. Ничего не обещаю. Удачи. Амфиполис! Новый гость? Надеюсь, ты выносливее прежних. О боги! Статуя ожила! Я не статуя, дитя. Как же ты развеешь мою скуку, если не в силах постичь, что я такое? Я здесь не для этого. Да? Ну что же, расскажи, зачем ты пришел? Тебе доверили один ценный предмет. Меня попросили вернуть его на место. Благородная цель. Но помочь тебе я не могу. Я не приму отказ. Предмет слишком важен. Его сила губительна для слабых духом. Я выдержу. Жаждущий знаний должен быть готов рискнуть всем. Если ответишь на мои вопросы, докажешь, что ты достоин. Я жертву мягкой нитью обовью, а после обниму и отравлю. Паук. Хорошая мысль. Ночью на месте без лишних слов к утру же очищен небесный покров. Звезды. Мудрый выбор. Прячься в тени или при свете дня. Время придет. Ты встретишь меня. Я уловлю малейший вздох. Тебя обхитрю. Застану врасплох. Смерть! Славно, славно. А с тобой интересно. Что ж, как следует обдумай свой ответ и коснись подходящих символов. Амуринс, Раку, скрой истину среди вашей. Раку, скрой истину среди вашей. Пустой разговор. Афины ждут подкреплений. Надо атаковать. Пошли. Малака. Вот вам война! Ты принимаешь всё так близко к сердцу? Нет! Алексиус, прошу, пощади! Ты натравил её на нас! Мою сестру! Мы помогли ей. Возвысили. Дали силу. Ты сделал её чудовищем. Так будь с ней. Учи её. Деймос по-прежнему твоя сестра. Её зовут Кассандра. Прошу тебя. Мир разобщён, Алексиус. Мы объединим его. Закрой рот! Я безоружен. Пощади! Ты не достоин быстрой смерти. Но ты получишь своё у врата Ида. Нет. Падениц. Ты не понимаешь. Люди не забудут Клеона из Афин. Меня будут помнить пока... Все уже забыли тебя. Алексиус. Всё должно было быть по-другому. Много лет назад люди собрались вместе, чтобы воплотить в жизнь теорию, которая могла управлять Вселенной. Теорию о том, что в мире поровну порядка и хаоса. Но хаос завладел умами некоторых из них. Так родился культ космоса. Они повергли Грецию в пучину войны, остановить которую было твоей судьбой. Ты уничтожил культ. Я в этом не преуспел. Ты герой. Но у этой победы есть своя цена. Без хаоса наступит царство порядка. Не будет ни прогресса, ни свободы. Но надежда есть. Надежда на тебя. Надежда на будущее. Нам надо исправить ошибки прошлого. Используй жезл. Верни баланс во Вселенную. Мир рассчитывает на тебя. Тебе надо снова стать героем. Так. Ты все видел, да? Так красиво. Правда ведь? Что ты тут делаешь? Теперь все члены культа мертвы. Ну, почти все. Что? Это правда. Я была их лидером. Совсем недолго. Потом появилась твоя сестра, и цели культа изменились. Малака. Вы искали нас. Нет, вашу семью. Люди вроде Леонида, тебя, всегда были угрозой. Но ты приятно удивил меня. Ты не такой, как Деймос. Ты упустила меня. Я был у тебя в руках. Ты дал мне надежду. Я думала, ты поможешь мне уничтожить то, чем стал культ. И сам того не зная, ты помог. Смело с твоей стороны раскрыться. Ты знаешь, что я делаю с культистами. Я больше не могла лгать тебе. Теперь мы можем работать вместе. Мы были бы славной парой. Правда? Я хочу понять. Что это за пирамида? Как действует? Откуда она у культа? Я и сама пытаюсь в этом разобраться. У меня тоже нет ответов на эти вопросы. Пульт поклоняется этой пирамиде десятилетиями. Она заменила Дельфийского оракула, чьим пророчеством внемлет вся Греция. Мы используем веру людей в пантеон мертвых богов, чтобы изменить человечество ради своей выгоды. Пирамида позволяет увидеть будущее. Но не каждый может ее использовать. Только Деймос и другие, твоей крови. Но ты ведь что-то видела. Не знаю почему, но видение и правда было. И о чем же? О тебе. В видении ты уничтожил пирамиду, и культ тоже. Я знаю, что будет дальше. Когда культ падет? После нас возникнет новый порядок. Власть будет в руках царя-философа. Люди начнут забывать о старых богах, и появится рациональное общество, созданное людьми и для людей. Мне нужен кто-то, кто их поведет. Но хаос, распространяемый культом, не позволит этого достичь. Так что я не буду мешать культу космоса развалиться самостоятельно. Так, Берикл знал об этом? Я хотела защитить его, потому молчала. Он бы попытался вмешаться, но он не должен был погибнуть, и это правда. Он верил в тебя, а ты не защитила его. Если бы ты вмешалась, он был бы жив. Если бы могла, вмешалась бы. Когда Дэймос убила его, я поняла, что проиграла. Пришлось отступить. Так, и что будет теперь? Займёмся главным. Создадим новую республику с единым правлением. Вот наша мечта. Пока лишь мечта. Недостижимая. Забудь всё, что знаешь. Вообрази, это не демократия. Никаких склок, лишь граждане, что трудятся на общее благо. Безумие. Ничего не выйдет. Уже не вышло. Не безумие, просвещение. Со временем жители Афин поймут, что давно мечтали об этом. Даже ты. Ах, навряд ли. Ты всегда был независимым. Хватит. Нужно, чтобы ты доверился мне. Поверь мне, мы притворим мечту в жизнь. Уходи. Строй свою республику. Лидером стану не я. Нам нужен кто-то, просвещенный как философ и мудрый как царь. Таких нынче немного. Я бы не справилась без тебя, Алексиус. Ты на верном пути. Я делаю то, что должно. Значит, у нас одна цель. Алексиус. У тебя много дел, дитя. Алексиус! Грядет буря. Она меня не страшит. Дитя, тебя долго не было. Брасит погиб. Нет. Деймос убила его. Что с моей дочерью? Клеон выстрелил ей в спину из лука. Она упала. Я думаю, Деймос мертва. Мала, как Клеон. Я убью его. Поздно, мама. Я уже отправил змея к Аиду. Моя семья. Остался только ты. Мама, я должен сделать еще кое-что. Мне надо вернуться на город Айгет, где все началось. Всю жизнь я бегаю и сражаюсь. Меня преследуют воспоминания. Я так больше не могу. Я оставила свое сердце на той горе. Я хочу забыть эту ночь. Раз и навсегда. Я пойду с тобой. Кассандра! На краю света. Мать зовет свое дитя. Как мило. Кассандра, прошу! Это имя для меня ничего не значит. Мы с отцом назвали тебя так. А потом вы сбросили меня со скалы из-за пророчества? Это был культ. Я пыталась, хотела тебя спасти. Жрецы сказали, ты погибла. А мне сказали, что ты меня бросила. Кассандра. Кассандра, иди ко мне. Мы твоя семья. Пошли домой. Семья? Дом? Меч. Вот моя семья. А мой дом на поле боя. Я обещал привезти ее мама. Но она во власти культа. Обещал привезти меня к маме. Ха-ха-ха-ха. Я сама сюда пришла. Может, расскажешь маме правду? Какую правду? Что я избранная. У меня особая судьба. Восстановить порядок в мире. А ты просто наемник со сломанным копьем. Нет никакой судьбы. Ты! Орудие в руках культа! Очень хорошо. С нашей первой встречи я пытаюсь понять, кто же ты для меня. Ты сорняк. Ты хочешь задушить и убить все, что я посадила! А сорняки надо вырывать. С корнем. Кассандра! В детстве я нашла львенка, попавшего в селки. Мой друг пошел освободить его. В тот момент я услышала рык львицы. Я видела, как львица растерзала моего друга. Даже звери всегда защищают своих детенышей. Я любила! И люблю тебя. Та, кого ты любила, уже мертва. Мой путь предопределён. Ты меня не остановишь. Кассандра, послушай. Ты моя сестра. Когда-то я не смог защитить тебя. Но теперь смогу. Это принадлежало деду. Ты меня неでき, Том, я творила зло, как и мы все, Кассанда. Я… Я знаю. Олексиус. Спасибо. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Принесу вина. Что ж, все прошло удачно? Неожиданно я вновь обрел семью. Значит, такова воля богов. Нам не дано ее познать. Думаю, это все же моя заслуга, Варнава. Мы лишь кувшины слеплены в мастерских богов. Но кувшины так легко разбить. Помни одно! Что бы с тобой ни случилось, я рядом! Думаю, нас уже заждались на корабле. После тебя! После тебя! Ух ты! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Твоя гордыня погубит нас всех При чем тут гордыня? В чем прок от этих знаний, если ты обречешь людей на гибель? Именно этого ты хотел избежать Иногда лучше позволить людям искать свой путь Они не готовы к сокрытой здесь силе Верно Я не могу спасти людей Но могу защитить их от них самих Теперь это твое время Судьба человечества будет зависеть от твоих решений Понимаю Алексиос Решай мудро Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Механизм должен быть открыт В чем дело? Не знаю Надо свериться с записями об ИСУ Все ясно Не хватает одного луча Надо исправить Есть! Где же он? Что? Мудрость в знании Мудрость в знаниях Да только Икар Давно умер Я тебя искала Но как же ты? Но ведь ты искала не меня Верно? Артефакт ИСУ Он действует! Жезл Гермеса Трисмегиста У тебя должно быть много вопросов, Лейла Мне столько нужно тебе сказать Этот Жезл очень важен Ты жив благодаря ему Но как? Спроси ученика Гиппократа Слышал, они еще остались Жезл выполнил свою роль Мы делаем все, чтобы Жезл не попал в руки тамплиеров Послушай Порядок, хаос Кто бы не победил, мир погибнет Я сражался с хаосом Но это принесло Только беды Я была на стороне порядка Теперь я за право выбора За хаос Пифагор был прав Ты ключ к исполнению пророчества Ты восстановишь баланс, Лейла Я видел Слишком много войн И слишком много смертей Я прошел весь мир от края до края Возьми, теперь он твой Пообещай кое-что Конечно Закончишь Уничтожь его Уничтожь их все Земля, мать всего Я иду Я иду Как вы здесь оказались? Как всегда Шли по пятам Герододжа ждал встречи с тобой Пойми, Варнава Я обязан исследовать Тиру Остров хранит великую тайну Да Но не целый мир А почему бы и нет Атлантида не миф Чепуха это все Но его не убедишь Геродод прав Она существует Неужели? Это правда? Это правда? Невероятно Расскажи мне о ней Здесь я должен был встретить своего отца Знаешь Пифагора? Это он Твой отец живет в вулкане? Пифагор? Нет, не может быть Он ведь не бессмертный У него был шезл древней цивилизации Он-то и сохранил ему жизнь Вот в чем дело Так зови его Раз он твой отец Пусть присоединится к нам Отец был упрямцем Он хотел сохранить знания об Атлантиде в тайне Ха, ясно Так вот в кого ты такой упрямый Он Сочувствует твоей потере Ничего Вам придется держать рот на замке Никому ни слова Обещаю Но люди должны знать Мы поведаем им о таинственном мире Геродод Хорошо Вот и славно Нам пора в путь Как обычно Мы столько узнали, верно? Великий мудрец Ты, может быть Я ищу истину Не все мифы несут в себе правду Но их даруют нам боги Чьим словам нет причин не доверять В этом мире Все возможно Тебе ли не знать? Ведь ты полубог С орлом на плече И, возможно, тоже бессмертный Ха-ха Конечно Но одно известно точно Это приключение я никогда не забуду Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok